Коллеги, мы очень долго, практически с 90-го года, говорили о том, что нужно нашему государству думать о поддержке выхода нашей компании на глобальные рынки. Прошло 17 лет. Мы многого добились в прошлом году вместе с РВК. Два года, два-три назад, прозвучала правильная мысль о том, что создается российский экспортный центр, который будет помогать компании выходить на глобальный рынок. Прошло какое-то время, несколько раз мы встречались с РЭСом, причем два раза представители приходили к нам на зада правления. Была большая переписка, все было вроде как интересно, но были проблемы, связанные с тем, что финансовые инструменты РЭСа не могли быть прямо предрисованы к IT-компаниям из-за отсутствия залогов, из-за того, что производство нематериальное. И вот совершенно неожиданно для меня, там, всего несколько недель назад, я сам к своему стыду узнал, что на самом деле РЭС за это время сделал большой шаг вперед к точке зрения сближения с интересами IT-компаний. И порядка 40-50 компаний IT находятся уже в орбите взаимодействия РЭС с ними, и компании реально получают меры поддержки. Вот в этой связи, там буквально неделю назад я случайно позвонил РЭС, мы связались с Никитой Рюбином, оказалось, что вот такая программа есть, и есть взаимный интерес. Не только нас узнать, что же может сделать государство и РЭС, что поддерживает нас на глобальных рынках, а есть интерес и стороны РЭС, и профильного сотрудника, который отвечает за IT-направление, чтобы рассказать нам о том, что же реально можно будет сделать. Так, Никита, пожалуйста. Здравствуйте, коллеги, с некоторыми из вас уже хорошо знакомы, с некоторыми совершенно незнакомы. Зовут меня Никита Рюмин, я в Российском экспортном центре возглавляю направление по экспорту информационных технологий. Самому экспортному центру чуть более года, направлению моему чуть менее полугода, так что мы совсем молодые, прошу строго не судить. Что, собственно говоря, из себя представляет российский экспортный центр? Взяли хорошую идею, которая практикуется давно на Западе, по центрам поддержки экспорта страновым, и воплотили ее у себя. То есть РЭС – это единое окно как по финансовой, так и по нефинансовой поддержке. Финансовая поддержка в основном – это либо кредитование покупателей за рубежом на покупку российской продукции в основном, то есть то, что можно пощупать на границе, либо это страхование экспортных контрактов. То есть действительно эти инструменты пока очень слабо применяются для экспорта услуг и экспорта софта, но об этом я чуть попозже поговорю. К нефинансовой поддержке относятся все, что связано с поиском клиентов, поиском партнеров за рубежом, организацией бизнес-миссии, организацией участия в конференциях. Потом это также субсидирование расходов на зарубежное патентование и зарубежное лицензирование. Еще можно отметить, так сказать, помощь по какой-то верхний уровень аналитики зарубежной, но это скорее больше подойдет для тех компаний, которые совершенно не имеют опыта экспорта для новичков. РЭЦ уже, как Валентин сказал, да, у нас в пуле порядка 40 IT-компаний, из них 5 точно это члены Русофта, и в общем-то уже по ним оказана действительно определенная поддержка. Например, для Абби мы нашли партнера в Таджикистане, для Протея мы нашли клиентов с уже реальным проектом в Латинской Америке, для Диасофта мы нашли потенциального клиента, крупный банк во Вьетнаме. С ЦРТ у нас вообще такая достаточно многофункциональная развитая картина взаимодействия, они и по финансовым услугам достаточно много работают с нами, и, соответственно, мы с ними едем, они практически как один из локомотив следующего визита во Вьетнам. Мы готовим бизнес-миссию во Вьетнам, которая посвящена исключительно IT-компаниям, эта бизнес-миссия приурочена к вьетнамской выставке по национальной безопасности, и там у нас такой впервые формат будет отпрактикован, когда фактически у нас туда идут 10 компаний айтишных российских, из них 5 компаний, ЦРТ плюс 4, идут консорциумом. То есть в рамках этого консорциума они собираются как во Вьетнаме, так и в дальнейшем презентовать свои продукты именно комплексным бандлом, то, чего, во всяком случае, в моей практике раньше я не наблюдал. То есть вот из всех тех видов поддержки, которые я назвал, пожалуй, мне кажется наиболее перспективным именно поддержка российских консорциумов IT-производителей. Когда мы не отдельной компанией, по отдельной маленькой узкой истории пытаемся найти среди океана зарубежных партнеров кого-то заинтересованного, а действительно достаточно системно и достаточно регулярно по всем своим выездам и по всем своим мероприятиям продвигаем некоторую продуктовую историю. И опять же, ключевое слово здесь именно продуктовая история, потому что, во всяком случае, у меня есть четкое убеждение, что российские IT-компании прекрасны во всем, кроме формализации самого продукта. Есть действительно успешные международные игроки, которые давно уже свой продукт сформировали, но в большинстве случаев продуктовому формированию и продуктовому продвижению выделяется не столько внимания, не столько ресурсов, сколько это должно быть для того, чтобы конкурировать с западными компаниями. У РЭЦа есть собственная система, не система, а сеть представительств. То есть у нас есть представительства во Вьетнаме, в Китае, в Таджикистане, в Казахстане, в Аргентине. И да, по-моему, пока все планируется еще открыть в Европе, в Индии. То есть эта сеть будет постепенно расширяться. Также мы очень плотно сотрудничаем с Министерством экономического развития. Из их 50 загранпредставительствами Тарк-Предства через них также компаниями помогаем получать помощь и информацию. Ну, здесь мы никакой Америки не открываем. Институт Тарк-Предства существовал давным-давно, и вы как сами могли туда обращаться, так как бы сейчас можете обращаться тоже напрямую, либо через РЭЦ. Ну, и, наконец, такое интересное у нас появилось направление работ. Направление экспорта в государстве сейчас достаточно популярное у высоких мужей, и туда выделяют, в общем-то, уже достаточно немалые деньги. Собственно говоря, вот летом этого года практически по всем направлениям, таким у нас массовым экспортом, то есть Минпромторг, Минсельхоз, Минэк, они для таких уже классических для России отраслей сочинили специальные проекты по поддержке экспорта этих самых отраслей. Выделили для них достаточные бюджеты, в том числе на субсидирование процентных ставок по кредитам, на выставки, на другие меры. То есть все это идет в рамках единого слогана, что мы поддерживаем высокотехнологичную продукцию. У нас государством фактически поддерживается все, самолеты, вертолеты, поезда, зерно, ну, так себе высокотехнологичная продукция, но тем не менее поддерживается. А вот Минкомсвязь Россия в этом плане ничего не предоставила. Поэтому сейчас мы фактически с Минкомсвязью пытаемся вбежать в уходящий поезд. Мы сочинили, так сказать, вот этот проект по продвижению экспорта информационных технологий. Минкомсвязь, я очень надеюсь, его вовремя в правительство подаст, и у нас все-таки будет, помимо тех мер, которые РЭЦ оказывает, еще и системные меры поддержки со стороны правительства. Я знаю, что кому-то из вас приходили опросы на тему того, насколько поддержка экспорта в части кредитов доступна, насколько она вообще востребована. Минкомсвязь верит, что отрасли это не нужно. Мы определенные меры по их возбуждению предприняли, но результат пока достаточно скромный. То есть, если, например, у Минкомсвязь по промышленности заложено порядка 6 миллиардов рублей поддержки на следующий год, то в Минкомсвязь 100 миллионов. Ну вот, для примера. Наверное, вот по большому счету это все, чем мы занимаемся, все наши направления и меры. Еще хотел бы отдельно отметить, что сейчас идет активный сбор заявок на компенсацию расходов по зарубежному патентованию и сертификации. Если вы в этом году понесли расходы на зарубежное патентование и сертификацию, то обращайтесь в РЭЦ как можно скорее, потому что деньги в бюджете уже выделены под это. Постановление сейчас примут и, условно говоря, будет руководствоваться принципом, кто первый пришел, давай тапки. А сертификация это как будет? Патентование. Патентование и сертификация. И сертификация. А сертификация как будет? Значит, я не буду сейчас врать по поводу типов сертификации. Я, к сожалению, не занимаюсь конкретной сертификацией, у нас отдельный департамент. Но я не слышал каких-то ограничений по типам сертификации. То есть, во всяком случае, там, тот же Anmicron, Anxtrem, несколько там телеком-производителей, они... Сертификация продукции, я имею в виду, да? Сертификация продукции. Потому что есть сертификация еще, там, с тем правильным качеством, дрочих таких вещей. Ну да, есть управление качеством, есть там всякие проектные институты. И есть коммерческие сертификации, когда какая-то организация требует, чтобы с ней работать, чтобы у меня были сертифицированы специалисты. А вы имеете в виду сертификации специалистов? Нет. Это сертификация продукции и сертификация сорта. Да. Так, ну что, вопросы тогда, да? Да, тогда вопросы. Да, коллеги, вопросы, давайте тогда. Никого интереса к этому самому экспорту нету, да? Поддержки этого самого экспорта. Есть? Вопросы тогда давайте задавать. Мы новички в этом плане. Мы пытались много лет выйти самостоятельно куда-то. У нас не очень получается. У меня простой вопрос, куда стучаться. Вот я первый раз услышал о том, что есть такая возможность. Возможно, все присутствующие просто в курсе уже, а для меня это новость. Спасибо. Ну, собственно говоря, в зависимости от того, что вы продаете и что вы хотите, да? У нас как бы 200 часов. Можно на сайт, можно по телефону, можно через Руссофт. Все двери открыты. Я достучался по телефону, да, постоянно. Продукция, может быть, с каким-то продуктом выходит? Продукция органа, самое нормальное. У вас нет ограничений на продукцию. Единственное, на что мы смотрим, чтобы компания, которая к нам обращалась, она более чем на 50% по своим владельцам была российской. То есть мы не оказываем поддержку экспорта нероссийским компаниям. А так, в общем-то, любая продукция, любые услуги. Что, наверное, я бы еще хотел сказать, да, что мы сейчас на следующий год формируем перечень бизнес-миссий, которые РЭДС будет финансировать. То есть, например, вот, например, с вьетнамской бизнес-миссией и ЦРТ, которую я провел, да, здесь каким образом все строится? РЭДС за собственные деньги арендует площадку, арендует, там, переговорку, устраивает B2B-встречи. Сами через посольство и торгпредство мы созываем и вьетнамские банки, и вьетнамские госорганы, и местную полицию, и так далее. То есть, на нас лежит именно организационная часть, на консорциумах, либо отдельных компаниях лежит часть, собственно говоря, придумать эту самую историю и дать нам повестку дня. Вот. И подобные мероприятия, от 4 до 6, именно посвященные IT, мы в следующем году проведем. У нас, к сожалению, сейчас есть неопределенность именно с выставками, да, чтобы какие-то большие, крупные выставки целиком и полностью закрывать, потому что деньги по-прежнему у Минпромторга. Вот. И Минсвязь здесь никоим образом, опять же, не активничает. Поэтому бизнес-миссии, да, вот такие целевые мероприятия с B2B-акцентом мы проводим и проводить будем. По Вьетнаму дата? И сколько еще осталось мест свободное, чтобы можно было кому-то заявиться? Дата 6-7 декабря, мест одно. Еще не консорсов, да? Смотрите, вот, да, все услуги РЭЦа бесплатны, то есть, в общем-то, если вы не берете кредит, ну или ваш покупатель не берет кредит и не берете страховку, финансовую поддержку, все остальное бесплатно. Это важно. Хорошо. Вы определяете российское терминство? 50% плюс. Российского владения? Да. Извините, может я прослушал. Вот скажите, у вас, вы сказали, что вы плотно с Министерством экономического развития сотрудничаете, но вы ничьей частью не являетесь. Это совершенно... Вот еще раз... Мы являемся 100% дочерней организацией Внешэкономбанка. Понятно. И вот, кстати, я хотел про выставки спросить, но, знаете, бизнес-миссия от выставок отделять это совершенно неестественно. По всему миру, я знаю, так сказать, ну, везде, так сказать, это две вещи, которые вот организации типа ваших делают, и тут надо как-то объединять это. Ну, совершенно верно. То есть, ну, я скажу проще, да, у нас есть определенный бюджет на бизнес-миссию, это порядка 20 тысяч долларов, да. Соответственно, сделать какую-то шикарную выставку вместе с бизнес-миссией в 20 тысяч долларов не всегда удается, не всегда получается, да. Вот во Вьетнаме получится. Где-то еще получится. Вот, например, есть запрос от тех же ЦРТ и там электроники и ЛСНИОТЭКО, что они все едут в январе в Эмираты на выставку, да, чтобы... Ну, плюс еще там есть много других российских компаний, что давайте там мы просто организуем B2B-встречи. Потому что стенды уже все выкуплены, участники все уже определены, да, но давайте организуем B2B-встречи. Потом, по поводу Вьетнама. Несмотря на то, что ну, места практически уже не осталось, мы предлагаем компаниям, вот сегодня из IT звонили, да, с их продуктом. Они тоже очень сильно хотят, они не совсем профильно под эту выставку подпадают, но тем не менее, там, для госорганов и для банков они готовы там отдельно делать презентации, отдельно делать выступления. Мы им предлагаем именно в B2B-венте поучаствовать. То есть не на стенде постоять, а пообщаться именно с теми большими компаниями, которые мы привлечем. Так, вопросы, да, еще, коллеги. Я просто, знаете, хотел сказать, 20 тысяч – это достаточные деньги. Вот смотрите, обязательно с компанией брать, как минимум 50%, это уже 40 тысяч, а можно меньше. Любую выставку за 20 тысяч вы можете хорошее дело сделать, понимаете? Там стенд стоит не таких уж сумасшедших денег. И я просто, имея опыт, вот у нас подразделение в США есть, я на американские деньги, хотя мы в основном российская компания, я на американские деньги в свое время, так сказать, на многие выставки ездил, на половину. И прекрасно это работает, и по всему миру так. Ну, мы и делаем хорошее дело. По поводу, как бы, софинансирование выставок, конечно, это у нас такое... У нас еще не было опыта именно софинансирования, чтобы РЭС оплачивал тысячи тысяч компаний, но этот вопрос, я думаю, решится там в январе месяце, и мы уже будем это применять. Да-да, но просто у нас такой опыт уже есть, многолетний, мы бы в совете вам этот опыт показали и переприменили. Ну, замечательно. Я бы еще добавил, просто, раз уж что-то Никита несколько раз про нас упомянул, действительно, что хочется отметить, что мы достаточно давно с РЭСом общаемся, но вот текучая команда, которая сейчас вот и руководством и мы видим, что, во-первых, команда понимает, что такое IT, да, это, как мы все знаем, важный фактор, что люди понимали, что они продвигают. Мы видим, что у ребят появляется, что немаловажно, и бюджеты, и полномочия, да, и желание, прежде всего, эти деньги тратить по делу. Поэтому, как бы, я думаю, что чем больше будет, конечно, действительно, вот правильная вещь связана с консорцием, с объединениями, да, это, с точки зрения бизнеса, правильно, да, когда вы выходите не одним продуктом, все-таки каким-то, может, отраслевым решением, ну, и коллегам будет проще работать с какими-то такими объединениями, да, скажем, профильными. Но, тем не менее, я считаю, что действительно очень позитивное начало. Посмотрим, что из этого получится, Никит, как мне кажется, забегать рано, но, честно скажу, давно пытаемся что-то как-то поучаствовать, и вот эти первые шаги, они реально радуют. Никита, у нас сервисная компания, ну, как недавно говорили, точно такая же, аутсорсинговое программирование. Скажите, пожалуйста, вот если мы к вам придем, допустим, завтра я правильно услышал, вы поможете нам клиентов найти или там куда-нибудь на выставку съездить, да, продвигаться? Правильно. Правильно. А ваши контакты можно? Понял? Все. Здравствуйте, Никита Макин, РТСОФТ. Подскажите, пожалуйста, реквизиты нормативных актов, которые регулируют компенсацию расходов на зарубежное патентование или на вскидку, так не скажете. Нет, вскидку. Постановление правительства, ну, 16-й год, наверное, да? Да, да. Смотрите, деньги в бюджете аллоцированы, подписание этого постановления и его номер с реквизитами будет на следующей неделе. Вот. И ознакомитесь. Я же правильно понял, что вы вот инициативу поддержку экспорта хотите развивать, стараетесь в партнерстве с Минкомсвязью? Ну, партнерство пока не получается, я честно скажу, да. То есть в Минкомсвязи, у меня такое ощущение, что им бы до 2018 года как-нибудь дожить, как-нибудь... Ну, в любом случае, это каким-то образом. Здесь вот говорили по поводу союза, IT-государства. У меня по этому вопрос, собственно, а как вы собираетесь сочетать политику проводимых импортозамещений и поддержку экспорта? Ведь я поясню, почему. Ведь когда... Ну, ведь месседж, это у нас сделано в России, он действительно хорош, когда вы идете в Министерство обороны России. А когда вы идете на глобальный рынок, он как-то, ну, наверное, не поможет. Мы ни в коем образе, ни в коем разе не говорим, что вешайте шильдики с двухглавым орлом, делайте максимально русифицированную продукцию. Нет. Для многих компаний, опять же, которые идут на североамериканский регион, на европейский рынок, мы рекомендуем, что если вы не хотите быть видимым как российский бренд, ну, и не пытайтесь. Там делайте собственное представительство, собственную релокализацию. Дело в том, что... Но, если вы, условно говоря, ищите поддержку через нас, то, естественно, когда российские экспортные центры, либо посольство российское, либо торгпредство российское выходит на контакт, они же видят, откуда уши растут. Поэтому, если вы не хотите выглядеть там, как российская компания, ну... Ну, а вы не хотите, как в СССР, где выглядеть российская компания? Да. Дело в том, что, коллеги, смотрите, абсолютно очевидно, что идти через РЭЦ в Голландию или в Соединенные Штаты нет, наверное, смысла. Это утопия. Но Вьетнам, Бразилия и другие страны, пожалуйста, велкам. Вот такая вот шутка, когда мы общались с нашим бразильским партнером, он меня спрашивает, слушайте, ну, вы же как-то наверняка с КГБ связаны. Я говорю, нет, слушайте, и близко, и далеко. Он говорит, жаль. В Бразилии это было бы хорошо. Понимаешь, потому что какие-то вещи, которые в одной стране будут сразу табу, в другой стране это, наоборот, как бы очень здорово. Поэтому надо пользоваться там, где это поможет. Это поможет на развивающихся рынках, поэтому очень... Вот, по поводу поддержки Минкомсвязи и поддержки, там, других органов власти, смотрите, у меня основная концепция такая, да, то есть у нас есть те меры, которые уже давно пользуются другие отрасли, типа субсидированные кредитования или деньги на выставки. Вот. А есть определенные меры, которые, ну, тоже там, Бразилии, Индии, Китае уже давно приняты там на законодательном уровне, типа компенсация налога на прибыль по экспортным сделкам, да. Вот, там, подобную инициативу мы уже заложили в этот самый проект. Кто нам поможет? Минкомсвязь, Минпромторг, Минэк. Да все равно, то есть кто быстрее. Честно говоря, сейчас, ну, мое видение такое, что IT-отрасль, она такая, ну, бесхозная. То есть Минфин у нас любит говорить, ну, смотрите, как у нас отличная IT-отрасль растет без государственной поддержки. Это здорово, здорово, что растет. Но я опять же думаю, что определенная господдержка не помешает. Есть отдельные игроки, которые говорят, типа, не трогайте нас, вот государство, вот идите лесом и не трогайте. Но, я думаю, что мы найдем общий язык с теми, кто все-таки... Ну, коллеги, надо вот сказать, честно говоря, такую правильную оценку дать позиции РЭЦа. Долгое время они на самом деле приспосабливались, потому что нужно было весь процесс организовать, которого не было до этого. И понятно, что они могли заниматься всеми секторами, а занимались в основной темой, которая была понятна, то есть материальным производством. Но вот сейчас руки дошли, это уже 40 компаний пользуются, это просто здорово. Возможность есть, пользуется надо, просто я посоветовал РЭЦ, у меня не посоветовали, а пожелание такое. Вот эта комиссия импрометургии, конечно, это рудимент абсолютный. Такого нет, ну, ни в нормальной стране. Если почему, по выставке? Не могут министерства, да, министерства давать заявки. Это трехстепенечная структура, которая всегда будет давать не то. Всегда заявки дают бизнес-ассоциации. В Германии Битком дает, да, насколько я знаю, Алексей, Битком дает первичные мероприятия, которые министерство потом финансово поддерживает. Только так может быть. Можно перетаскивать к себе эту комиссию, брать вместо министерств ассоциации бизнес, отраслевые, и тогда вы будете нормально работать в быстром темпе. Ну, собственно говоря, вот это вот перетягивание денег из одного госкошелька в другой кошелек, оно происходит. Бороться с Минпромторгом в некотором смысле это все равно, что бороться с ветряными мельницами. Но я надеюсь, что в следующем году у нас будет более здравый подход к распределению этих самых денег на выставке. Мне кажется, это здорово. Сейчас, одну секунду. Еще вот такое замечание. Смотрите, вот китайский опыт. Бизнес-миссия в России. Не из Америки, а вот с Арабского Востока, там, из Ирана хотя бы. Это же вы просто логистику там немножко поможете им. Это же, может быть, очень хорошая вещь. Вот китайцы же все время это делают. Вот имейте это в виду. Вы имеете в виду, когда кто-то из Ирана едет в Россию? Ну, например. Ну, Иран, не знаю, там, ну, скажем, с Востока, там, из каких-нибудь Эмиратов, там, еще кого-то там. Почему нет? А сейчас ты нас запутаешь, Алексей. Можно какой-нибудь юзкейс, потому что, честно говоря, вот... Китай. Я был там три раза в таких миссиях, это когда китайцы приглашают, понимаете? Тут можно тоже приглашать себе потенциальных, значит, клиентов. Клиентов, да. Я три раза был, так сказать. Тут можно даже просто логистику как-то помочь. Люди боятся логистики российской. Вообще неизвестно. Ну, это... Китайцы там платят много, они за отель платят и так далее. Я вам, пожалуйста, расскажу, как это делается. В Китае это каждый год, там, две-три таких мероприятия делают. Бизнес, миссии со всего мира. Но это Аби такое вам предлагала тоже. Аби предлагала на конференции большие приглашать иностранных клиентов, делегациями, всем, что можно было устраивать матчмейкинг. Ну, нужно за логистику сделать. Совершенно верно. Мы там вот с Екатериной Солнцевой очень долго горевали по поводу результатов МЭФа, когда там огромные деньги были ввуханы в этот форум, но, в общем-то, никакого бизнес-смысла этот форум не имел и не имеет. То есть пообщаться там на этом форуме именно по бизнесу, не послушать уважаемого президента, а пообщаться с иностранными компаниями по бизнесу там практически невозможно. Хотя бы простая организация взаимодействия между теми органами, к которым обращаются те или иные представители, едущие из-за рубежа, будь то Руссконгресс, или Минэк, или Минпромторг, или Минсвязь, или Торгово-промышленная палата. Если бы хотя бы был общий, единый, некоторый такой справочник по поводу того, кто из-за границы к нам едет и зачем, мы бы могли сильно больше использовать вот этот самый ресурс для того, чтобы встречаться здесь. Я не говорю потом про бизнес-миссию туда, но вот чтобы встречаться здесь, это был уже большой шаг вперед. Коллеги, ну давайте, мы не последняя встреча у нас с РЭСом. Ясно, что это очень хороший контакт, очень здорово, что такие люди работают, и что РЭС так сориентировался найти. Поэтому спасибо большое. Спасибо большое, Никита. Ну а мы приступаем. Ходи, послушайте, да. Пожалуйста, приглашаю. Ну а мы приступаем тогда к ключевому вообще вопросу нашей поездки дня, да. В Минком связи, ну сегодня, мы сегодня говорили про Минком связи, немножко не будем вспоминать, а вот тот факт, что Павел Сустунов возглавляет департамент, который является ключевым в взаимодействии индустрии и министерства. Поэтому ему и карты в руки, реестр, экспертные советы, льготы по страховым взносам, все, что нас волнует, и как мы это будем? Так, ну, наверное, начнем с льгот по страховым взносам. Ну, мы ожидаем по результатам от последней встречи с деловой Россией, что выйдет поручение президента, которое затвердит сохранение, ну, того же порядка, то есть продвение льготы, сохранение того же порядка, который сейчас существует сейчас. Это вот мы ожидаем, что это будет так. Два четвертый год, да? Что? Два четвертого года, да? Ну, да. Это раз. Второе. Про реестр российского ПО. Ну, совершенствуем, пытаемся совершенствовать его. В принципе, там сейчас уже у нас 600 компаний, там больше 2000 продуктов. Собственно говоря, проблема, ну, знаем, что есть. Пытаемся вот ускорить оценку. Сейчас ротация будет экспертного совета. Постараемся, часть экспертов, которые достаточно долго это все делали сменить. Плюс вводится туда еще представитель ФНС. Там для, ну, большей скорости определения косвенного владения компаниями. Что еще рассказать про реестр? Ну, наверное, так. Ну, именно по этому я говорю, по поводу ротации экспертного совета. Потому что сейчас мы выводим часть экспертов, которые достаточно долго рассматривали. И вот на ближайшем очном заседании как раз это будет этот вопрос поднят. Плюс мы не просто так будем вводить там на следующей неделе там в том числе с представителями там администрации президента, там Софьеда, в том числе там вот покажем им. То есть, что это не будет совсем уже закулисное определение экспертов там. А когда будет очное заседание? Тогда мы сможем. Ну, в ближайшее время, ближайшее, я надеюсь, что неделя две ближайших. Потому что там, ну, там ни одна зависит, там министра-председателя, у него очень плотный график. Ну что, коллеги, тогда вот может быть короткое выступление по двум важным вопросам. Давайте ваши вопросы и будем слушать ответы. Да, у вас-то ясный вопрос есть, я даже знаю, какой. Будьте добры, скажите, пожалуйста, а работа какая-нибудь над методикой оценки ПО для внесения ведется? Ну, то есть, мы все знаем требования, какие предъявляются к российской компании, чтобы она могла подать заявку, была включена. Но есть еще какие-то дополнительные требования, которыми руководствуются члены экспертного совета, когда оценивают ПО, которые не поименованы ни в законе, ни в правилах ведения А примеры можно? Можно, например, совершенно такие вот стандартные причины отказа во включении и при рассмотрении первичных заявок. И в дальнейшем, когда уже ПО в реестре, возможно исключение из реестра, тогда причина базирования на иностранном ПО. То есть, вот, понимаете, как бы это, наверное, логично, но такой причины в законе и правилах не поименованы. Посмотрите, в данном случае это базирование на иностранном ПО, там вот две есть, или же программа надстройка, которая не может работать самостоятельно без иностранного ПО, в таком случае это просто не самостоятельная программа, либо же, если это базовое внутри иностранное ПО, но, честно говоря, не вижу, где противоречие с нашими требованиями. Операционная система, да? Любая программа это надстройка над операционной системой. Операционная нормальная, да, можно. Windows можно? Да. Написать русскую программу под Windows. Дальше поднимаемся чуть-чуть выше. База данных. Программа использует базу данных. Но мы сталкивались с отказами по этой причине. Именно по этой? Да. Тут ротация гадов, которая мы говорим, она активная служба. То же зависит от того, если ты пытаешься ли ты внутрь своего продукта внести вот эту базу данных как компонент выиграционированный? Или она стоит сбоку? Понятно, что здесь если продается она отдельно от этой базы данных, в общем-то, это один из критериев. Если она не может продаться отдельно, то это не самостоятельный продукт. Ну, есть в том же реестре продукты, которые не имеют никакого смысла без этой базы данных. Просто без нее они не работают. Нет, коллеги, смотрите, можно прокомментирую, как один из экспертов, я думаю, наверное, Валентин тоже в курсе. Долгое время мы действительно обсуждали, как быть с такими вещами. В итоге вот все эксперты пришли к такому пониманию, что платформы, такие как операционная система и база данных, они, опять же, если позволяют использовать, например, в случае любую базу данных, они не являются препятствием для попадания в реестр. Может быть, поначалу и были разные эксперты, очень по-разному себя вели, но даже у нас был прецедент, когда один из экспертов отклонил заявку, мы экспертный совет вернули и софт вошел в экспертный совет. То есть мы даже отслеживаем такие вещи. Поэтому, еще раз, операционную систему и базу данных можно. По остальным вещам, но опять же, тут очень важно, что если вы подали в реестр, условно говоря, настройку на SQL и говорите, что это база данных, то, конечно, нет. То есть важно понимать, чтобы ключевой функционал должен быть другой. То есть у вас какой-то софт, не знаю, там система записи или что-то еще, что использует база данных, тогда, пожалуйста. Но если вы подаете, условно говоря, Windows, написали, что это русский Windows и пытаясь попадаться в класс операционных систем, то, извините, нет, конечно. А вот как-то формализация таких правил, работа идет, то есть чтобы они были понятны, прописаны и одинаково понимались всеми. Формализация идет? Ну, посмотрите, дело в том, что реестру полгода. В общем, на самом деле, вот сейчас как раз на данный момент накопилось как раз именно тот объем кейсов, который, собственно говоря, и надо формализовывать. Но я просто предчеркну еще одно. То все отказы, которые идут, они только на очном совете проходят. То есть внести можно на заочном. Отказы же только обсужденные на очном совете, где эксперты рассматривают. Это к вопросу о пристрастности. То есть, да, там такого рода есть тонкие некие вещи, которые, чтобы их формализовать по-человечески, а не переписывать 8 раз, их там надо все же вот именно обкатать на практике. Но будет. Но пока вот мы именно страхуемся тем, что это мы делаем на очном совете в присутствии всех экспертов обсуждаем отказы. Процедура рассмотрения апелляций она так и не будет рассмотрена? Вы знаете, тут достаточно большое количество проблем. С одной стороны, у нас ведь анонимные эксперты, чтобы исключить давление. Если апелляция, то мы не можем это вынести. Вот на апелляцию, ну вот. Сейчас мы обдумываем этот вопрос. Я знаю, что вносится изменение в постановление правительства. Может быть, заодно и привести вот это предложение, которое было от Рософта сделать в мискодинной апелляции? Мы его обдумываем. Ну и критерии включить. Можно еще добавить? Коллеги, чтобы закончить свою мысль по поводу, что можно СУБД или операционную систему, опять же, не проходят в реестр те продукты, которые тянут за собой эту иностранную СУБД в продукт. То есть, условно говоря, что если ваш продукт нельзя купить беззарубежную СУБД, то, сори, этот продукт не попадает в реестр. Если, условно говоря, ваш продукт поддерживает SQL и заказчик, например, может отдельно купить SQL, а может купить какую-нибудь другую операционную систему, то welcome, тут препятствий никаких нет. Опять же, если вы... Нет, он тянет Windows, но при этом если нельзя купить ваш софт без Windows, то есть Windows уже, знаю, там, зашивается как-то жестко, хотя такого не могу представить себе, то, извините, к сожалению, тоже будут проблемы. Если Windows отдельно, ваш софт отдельно, который работает поверх Windows, то это, конечно, не является препятствием. Ну, по крайней мере, вот все текущие эксперты мы отдельно собирались и вот пришли к такому как бы презису. Ну, коллеги, понятно, что было правильно сказано представителям министерства, что процесс живой, как бы, да, вот сейчас как бы только начинают эти критерии формализовываться, я думаю, придет время и все станет на свои места более четко. А может постановление включить эти критерии? Нет, постановление проводится через все министерства, и, конечно, сейчас там... Но сегодня получается, что есть закон, если внимательно читать, то все эти дискуссии про базовый софт, небазовый софт, платформы, неплатформы, они к закону не имеют отношения, потому что закон написан про 30% за иностранное ПО, и получается, что закон нарушается. Ну, то есть меня-то волнует, что любой нормальный иск, суд, все дискуссии, он просто суд не примет. Для суда есть закон. И для того, чтобы сделать ситуацию легитимной, то есть мы понимаем... Ну, я не согласен насчет нелегитимности ситуации. Собственно говоря, в постановлении прямо прописано, что решение принимается по заключению экспертов. А постановление на базе закона, там, делегированы эти права. Поэтому слово нелегитимное я бы не использовал. Но эксперты принимают на основании требований, которые есть в законе. И если они применяют дополнительные требования, то они должны быть каким-то образом объявлены. То есть, если этих требований нет, то есть они не опубликованы, даже не обязательно в законе, просто давайте их обсуждали, приняли решение, но это же не модель, которая позволяет сотням компаний планировать свою деятельность. Правильно? Вы же хотите, чтобы сотни компаний планировали свою деятельность, развивали свои продукты, чтобы это было понятно всем. Ну, в общем-то, в планах есть, но еще раз скажу, полгода. Вот за эти полгода... Десять месяцев. Ну да, уже десять месяцев. Ну, два раза больше. Вообще срок большой. Так, коллеги, вопросы еще. Я просто хочу немножко развить тему по поводу баз данных. На самом деле, вопрос-то сложный, и вот мне до конца непонятно. Ну, вот конкретный пример. Наш софт работает с Microsoft SQL. С другой базой он работать не будет. Но он может работать с SQL Express, который в большинстве случаев бесплатный. То есть его не надо покупать, его можно скачать и использовать. Да, там есть определенные нюансы по политике Microsoft, где-то за него надо начинать платить, но так не нужно. Кроме того, софт может работать без базы данных ограниченным. То есть часть функционала, в принципе, работоспособна, но часть без базы данных работы не будет. Вот как мне будет, подавать заявку или нет? Я бы как эксперт вас пропустил на том основании, что ваш продукт не содержит SQL. Заказчик SQL может купить отдельно. Соответственно, тем более, если он еще может работать и без базы. Почему эксперты решили именно такой критерий избрать? Для того, чтобы не было попыток делать первосрочную настройку над SQL и пропихивать в реестр SQL. Это попытка защититься от этого. Понятно, снизу, сбоку естественно есть обиженные, недовольные. Но пока вот так. Понятно, что мы тоже ждем формализации критериев и методики. Это будет всем удобно и экспертам в том числе. Но все-таки процесс оказался не столь быстрый. Так, еще есть вопросы, коллеги? Может, хватит средств, потому что он такой тяжелый вопрос, конечно. Да, Саша? Просто хотелось бы порекомендовать механизм апелляции сделать, поскольку судебные процедуры очень долгие. Мы там много судимся. Это может до 2-3 лет длиться. Поскольку здесь все, кто подает, в основном, хочет, чтобы все-таки это в общем копилку упало, никто не пытает, не хочет бодаться очень долго, людям свойственно ошибаться, даже уважаемым экспертам, должна быть возможность, как это было в старый Добрый Вильнаш, выйти перед коллективом и доказательно изложить, почему компания, которая подавала права и выслушать аргументы. Потому что человек, который знает, что он не прав по букве закона или по сути того, как построено ПО, он на апелляцию не пойдет. Его как бы не пропустят и все, на этом закончится. Не, ну конечно пойдет, но я согласен с вами, но мы сейчас вот как раз обдумываем, как его лучше сделать. Потому что, соглашусь, что света идеальных нету, всегда есть возможность ошибки и должен быть механизм ее исправления. Но на самом деле мы собираемся, в общем-то, вводить еще механизм пересмотра, потому что некоторые компании, в общем-то, могли податься и через какое-то время с чистой совестью продаться кому-то, в общем-то, тоже вечных решений нету. Поэтому и апелляция, и пересмотр мы сейчас обдумываем этот вопрос. Еще вопросы, конечно, есть? А вы сказали уже. У меня просто есть вопрос. Павел сказал, что сохранится текущий порядок, имеется в виду порядок по аккредитации? Нет. По представлению, по категориям компании, которые имеют право на годы по себе народу. Те, кто аккредитованы, идти в соответствующую закону. Просто мне кажется, президент, достаточно явно сказано про российские компании, речь будет идти примерно как вред по владении компанией, а не так, как сейчас по местам рождения юридичной. Ну, подождем. Выпро поручите. Но насчет российской компании, ну... Ну, посмотрим, здесь есть те, кто поддерживает точку зрения, что надо ограничить категории компаний, которые могут получать льготы тем, чтобы правособственности были учтены при этом. Вот я всегда говорил, что дело не в собственности, а в российских программистах. Когда вы даете льготы, вы на самом деле даете льготы людям, которые работают в России, которые получают зарплату в России, платят ДФЛ в России, социалку в России, и все равно чая-то компания. Oracle, там, допустим, или, не знаю, что-то российское. Потому что они просто уедут. Из России не будут платить ДФЛ, другие могут... Никуда они не денутся. Если они работают в России, получают достойную зарплату, они в России останутся. Если бы не будет льгот, то конкуреспособность пойдет и просто перейдут в Индию и там еще куда-нибудь. Ну да, но смотрите, то есть если переходить от льготы юридическим лицам к физическим лицам, вы представляете, ну там, мы тогда сдаем льготы программистам. А начальник отдела, как, собственно говоря, куда попадают? Не, ну, тогда, значит, это те, которые расположены на территории России. Но как сейчас? Ну, тогда да. Потому что есть точка зрения, которая прямо вот именно... Вы даете российским людям, значит, это должно быть лично программистом. Тогда выпадает еще огромное количество всех. Можно я скажу? Моя фамилия Терехов, я генеральный директор Ленин Теркома и в кафедре Санкт-Петербургского университета. Это вот так вот. Я бы, во-первых, хотел еще раз сказать, что вот у нас в Питере довольно много компаний, там американские, там самые разные. И вот они очень важны в экосистеме Петербурга, потому что они потребляют кадры, они участвуют в образовательном процессе. Вот понимаете, Павел, вот, по-моему, это никто никогда не говорит, а я вот утвержу, но никто не хочет услышать, что вот мы, конечно, в университете можем подготовить и 100, и 200 хороших программистов. Но, понимаете, без организации практики, без тьютеров из производственной компании, вот у меня сейчас компания 10 работают на кафедре, ведут занятия, ну, занятия мы сами ведем, курсовыми, дипломами руководят, то есть они активно участвуют, организуют в производственной практике, они активно участвуют в производственной процессе. Если вот они убегут, ищем там что-то там подрезать, ущемить, то вот кафедра и университет в целом просто проиграет. Вот я бы хотел, чтобы вы тоже говорили, не только денежные, не, нет, как генеральный директор, я очень за то, чтобы 14% сохранилось, для меня, мы вообще уже много лет белые, и не хотелось снова за сейчас какие-то серые схемы, спокойнее. Но вот все-таки я бы хотел, чтобы вы донесите до своего руководства, что вот участие в образовательном процессе, вот курсовые практики, это очень важно. Вообще, организации, вот они выступают здесь на конференции, здесь же тоже 600 человек молодых слушают, которые работают в России, я считаю, что их не надо ущемлять. Там работают такие же русские люди, россияне, платят такие же налоги, и главное, они участвуют в общественной жизни, в частности в образовательном процессе. Я считаю, этот аргумент один из самых сильных, его надо почти все упоминать. Кроме того, на самом деле, честная ситуация, парадоксальная получается. Если сделать вот так, то есть лишить, не знаю, интелы, условно, иораклы, и так далее, льготы, то те из них, кто решат остаться, они будут все равно держать своих людей, как они будут их вывозить, но даже те, кто будут здесь, они будут платить им по существу ту зарплату, что и сейчас. А вот бизнесы с российскими горнями ради того, чтобы просто выживать, конкурировать, уже в значительной степени не смогут, просто не смогут, не смогут получать людей, которые там воспитаны, имеют соответствующую технологическую подготовку и так далее. Это просто совершенно неестественное разрушение сложившейся экосистемы, баланса на уровне рынка труда и так далее. То есть просто, это не просто нельзя делать, это очень плохо, если это будет сделано. Это же просто вопрос о привлечении инвестиций в IT-отрасли. Мы таким образом отталкиваем, вот деля эти компании, там Оркл или другие, отталкиваем инвестиции в IT-отрасли за рубежа. Весь мир борется. Мы хотим развивать IT-отрасли, хотим привлекать инвестиции в эту отрасль. Поэтому, на мой взгляд, ни в коем случае нельзя иностранные компании, какие бы крупные не были, выкидывать из вот этой структуры. Ну хорошо, Месяч прозвучал, да? Коллеги, еще какие-то вопросы есть? Да? Павел, спасибо большое. Это было, что будут острые вопросы. Поэтому, тем не менее, Павел пришел и отношения у нас очень правильные, по-моему, такой диалог абсолютно нужен, необходим. Люди, которые готовы к такому диалогу, им просто благодарность. На самом-то деле, диалог действительно нужен и благодарен за вопросы и за четкое формулирование того, что нужно отрасли. Это и тоже важно. Да, конечно. Так, коллеги, мы приступаем к работе нашего общего собрания. Кто еще не забыл учил документы? У Лены, прошу получить. Сегодня, да, потому что нужно будет голосовать. Дима, пожалуйста, вставляем слайды. У нас сегодня вот первая часть такая немножко необычная, потому что мы раньше я просто в свой отчет вкладывал какие-то цифры из нашего ежегодного отчета. А сейчас вот попросил Диму сделать несколько слайдов на основании нашего ежегодного отчета, который сейчас наконец-то выпущен. Лена, можешь показать книжку, которая у нас получилась в этом году? Вот такая обычная наша книжка. Она пока на русском языке, конечно, будет на английском. Будет диск, не диск, вернее, а флешка, которая будет звучать в английском языке, английские тексты. Большое спасибо спонсорам, которые нас сегодня поддержали в этом году. Ну и вот этот документ реально интересный. Я как разговариваю с людьми иностранцами, все знают, что есть такой учет Руссоц, все его читали, штудируют, сегодня встречался с SAP, они все читали этот отчет. Да, все еще слушают, все читают. Итак, поэтому Дмитрий расскажет несколько выводов по нашему исследованию. Добрый день. Я оперативно постараюсь. Некоторые только данные из отчета взял. Отчет, напомню, он публикуется, но и открытый, и он на сайте появится в течение, наверное, следующей недели. Будет всем доступный. Можете задавать вопросы, я, если что-то непонятно, всегда отвлекаюсь. Адрес электронной почты есть на сайте. Напомню, что у нас было в 2015 году, быстренько. Ну, картинка не очень, нехорошо вас показывать. Все процессы, ну, трепала сильная отрасль, но некоторые сюда прекрасно шли своим ходом, но особенно это крупные компании, их меньше это затронуло. Больше всего, конечно, пострадали средние и малые компании. 2015 год, если смотреть на показатели, то разброс был такой, что никогда за все время нашего исследования такого разброса не было. К любому показателю, которому мы там можем сказать, что позитивное какое-то развитие, есть другой показатель. Можем сказать, что там в рублях у нас отрасль на 40% выросла, но в долларах впервые за все время исследования падение на 10%. Вот так с рядом других показателей то же самое. Что у нас будет, что мы можем ожидать в ближайшее время? Ну, судя по всему, все успокаивается, так как на верхней картинке вряд ли, конечно, будет штиль, будет штормить немножко, но все уже, курсовых разниц, скорее всего, колебаний не будет, показатели все утрясутся, они все будут ровно изменяться, обороты расти, экспорт расти, скорее всего, тоже будет. На чем мы это основываем? На опросе компаний. В опросе участвовало 136 компаний, 60% компаний предполагает, что, воборот, у них вырастет, долларовое выражение. Есть еще ряд других показателей, сколько они направления развития указывают, это тоже, чем больше направления развития, тем они увереннее смотрят в будущее. Увеличилось количество инвестиций, количество компаний, которые привлекли инвестиции в 2015 году. Значит, они, скорее всего, будут расти. Можно заметить, что в результате таких потрясений 2015 года, когда компании, ориентированные на российский рынок, они пострадали гораздо больше, чем те компании, которые имеют какую-то приличную долю экспорта. В результате значительно больше компаний стало стремиться изучать возможности выхода на зарубежные рынки. и ряд показателей об этом говорят. Предыдущее выступление как раз говорилось, что в Вьетнам можно выходить. То есть, есть интерес к совсем новым рынкам. У нас все-таки 40 где-то процентов дохода всех компаний это дает Европа и Америка. А такие, как Китай, Индия, там, Юго-Восточная Азия, Южная Америка, Африка, арабские страны, это 5, ну, там, 10 процентов вряд ли. А сопоставимые рынки мировые. По доле в мировом рынке. Ну, есть показатели, что больше компаний стало офисы продаж открывать за рубежом. Согласно ADC и Гартнер, мировой рынок перестанет сокращаться. Обычно это на наш возраст небольшие колебания мирового рынка, они сильно отказываются. Небольшое падение, у нас темпы гораздо больше сокращаются. Есть увеличение негативного влияния в зарубежных СМИ. Сейчас информационная война началась с 2014 года. Ну, такое представление, что уже это негативное влияние как бы иссякает. Уже скептические потенциальные клиенты, покупатели относятся к тому, что пишут про Россию. Рейтинга, в принципе, в России неплохо представлена. Позитивные изменения не то, что арендные ставки снизились в долларном выражении для зарубежной экспансии важные. И зарплаты тоже самое серьезно сократились в долларовом выражении. Спасибо. Если есть вопросы, готов ответить. Ну, вопросов нет. Мы, надеюсь, вывесим это все в общее обозрение, поэтому... На чем основано твое убеждение что негативное влияние падает? Я вот пока не замечаю. Я имею в виду СМИ вообще такое настроение ума. Нет, настроение ума очень плохое. Оно падает по количеству публикаций, да, у него там есть очень плохая динамика. Просто фраза, странно, что... А воздействие вот на это, воздействие на бизнес... Ощущение, скорее, ну, с просмотра статей, как там комментарии к ним ставят скептические уже, там, видят политизированность IT-изданий, которые раньше не наблюдалось. Ну, это, я думаю, что только в отдельных изданиях. Вот она негативное влияние сделала, хуже, наверное, уже не будет. Ну, может быть, ладно. По крайней мере, в Америке и в Европе никто не знает, кто стал чемпионом мира по программе в 2016 году. Никто не знает. Тут нужно более активно работать с прессой, наверное, есть потенциал в этом. То есть, как, коллеги, просто мы здесь находимся в России, извимой, да, а вы находитесь там на переднем крае, поэтому вам виднее, что же почему и как происходит, но вот по результатам воздействия этого, ну, негативное воздействие есть, конечно. Оказалось, что все-таки то ли люди находят пути выхода на третьи страны, на третьи рынки, воздействующих стран, поэтому в общем объеме влияние негативных факторов оказывается меньше. Может, потому что просто меньше подвержены действию негативных факторов в стороны главного противника, как называемое. Важно про рейтинги. Вот рейтинги, они очень от информационного фонда зависели раньше. В 2010 году где-то улучшился информационный, и в рейтингах Россия, российские компании очень хорошо поднялись. А сейчас такой зависимости уже не чувствуется. То есть, они как бы более объективны стали. Ну ладно. Большое спасибо, Дима. Теперь давайте приступаем уже к повестке дня нашего заседания. И первое такое хорошее дело, у нас не успело правление принять новых членов, поэтому на общее собрание выносится сегодня заявление трех компаний, которые обратились в Усофт за принятие. Ну, у нас одна компания, мы настолько хорошо ее знаем, давно уже. Раньше называлась она Атлина, сейчас называется Базальт. Алексей Смирнов, пожалуйста. Добрый день. Ну, компания, о которой идет речь, Базальт, это продолжение разработки, которую мы ввели в Альте. Это разработка на базе репозиторий, которую мы с 2001 года ведем. Команда, значит, около 30 человек и сосредоточена на разработке дистрибутивов Linux в направлении подготовки таких корпоративных дистрибутивов, то есть со средствами, так сказать, работа с аналогами в директоре, эксченче и так далее. То есть не просто рабочее место, а ориентированные на энерпризе сегмент решения, прежде всего. Ну, команда примерно та же, так сказать, ну вот, по рынку многие нас знают. Если вопросы есть, с удовольствием отвечу. Я понял. Ну, у нас на самом деле произошли отчасти и акционерные изменения, и это, во-первых, во-вторых, это концентрация на вот это направление, которое я назвал. Москва. Москва. Молодец. Есть у вас сертифицированный вариант процент, который мы находимся в государственных заказах? Есть ли, не понял? Сертифицированный вариант. Значит, я понял. У БСАЛЬТ сертифицированного варианта еще нет. Есть продукты АЛЬТ, права на пространстве которых сейчас имеет БСАЛЬТ. И, значит, сейчас мы к сертификации готовим продукты уже собственно готовленные БСАЛЬТ. Моя рекомендация все-таки принять, потому что Алексей настолько правильно понимает задачи наши, помогает очень часто мне в разных экспертизах, но и вот за встречи вас большое спасибо. Давайте будем голосовать. Андрей, почему ты не председатель правления? Это нужно с Сашем председатель правления. Нет, будет, будет, ладно? Я вечно здесь председатель, да? А, в Америке. Спасибо. Подождите, ты что, Бог хочу? Да нет, вот председатель правления Сашем. Я бы признал, пока я в ЗИС присылаю. Итак, я уже так, даже как на собачьем свести такие заседания. Итак, кто за то, что принять компанию БЭЙС, Линукс, Альт, нет, он будет через БЭЙС. Общее собрание голосует? Общее собрание. Я надеюсь, что поддержавшись и против, я на это рассчитываю. Спасибо. Поздравляю вас. Не убегайте. Нет, не убегайте из РУСОФ, то я имею в виду. Так, следующее, ООО заказные информсистемы. Короткое название Заводами Сталина. Не подошли, да? Тогда, если отложен этот вопрос, о результатах... Да, коллеги, еще одна заявка поступила буквально несколько дней назад. Несколько дней назад. Нет, нет, несколько дней назад. Общее собрание. РУСОФ 16 год, общее собрание. Вот, у нас поступила заявка, но компания представила 4 рекомендации за несколько дней. Поэтому я предлагаю вскрыть рассмотреть такую компанию. Хорошо? Так, Евгений Савицкий, Девпром. Пожалуйста. Здравствуйте, коллеги, очень приятно здесь присутствовать. Пару слов о том, чем мы занимаемся. Наша небольшая команда поставила себе целью повысить конкурентоспособность российских разработчиков ПО на мировом рынке, на российском рынке. Сделать мы это хотим путем более быстрого переноса современных практик разработки и путем сокращения издержек на автоматизацию средств, инструментарий, которые используются при разработке софта. Кратко можно назвать, что мы делаем русскую ILM или российскую ILM, то есть систему класса управления жизнедественным циклом приложений. Хотим, стараемся конкурировать с засилием импортного ПО в этой части. Это компания Atlas & Jira, компания HP с продуктом ILM, компания Microsoft с продуктом TRS. Это замечательные продукты, но мы считаем, что можно добиться более высокой эффективности при помощи современных практик и более низкой стоимости продуктов. Сложно сказать, но на нашем сайте такой строчки нет. Есть про все остальные, что я сказал, но про JetBrains мы не кантимулируем. А что вы ожидаете от следующего русского? Как на зачет? Вот сегодня я послушал выступление. На самом деле очень важно понимать, куда идут российские разработчики с одной стороны. Важно понимать проблемы. Это нас, безусловно, касается. важная проблема разработчиков, проблема индустрии. И, безусловно, мы хотим ориентироваться на создавать экспортный вариант, экспортный продукт и видим именно в Руссовке как раз сообщество специалистов и, возможно, какую-то поддержку в этом направлении. То есть связанную с экспортным. Ну окей. Дай вам по вам удачи. Просто хочу сказать, что сегодня был доклад моего бывшего ученика Андрея Филева, который давно живет в Калифорнии. И он говорит, что у него примерно такой продукт, 30 тысяч новых пользователей и так далее. Хоть познакомьтесь, потом будет первый контакт получен через Руссовт. Хорошо. Кто за то, чтобы принять? Компанию Девпром? Девпром. Девпром. Да. Кто против, кто воздержался? Никого. Значит, поздравляю. Желаю удачи. Коллеги, из компании Кустис. Кто-то подошел кто-нибудь? Не подошли? Ну тогда, в следующий раз. Так, в Шердовицком мы уже с удовольствием послушали. Отчет о работе Руссов в 2015 году и о планах на 16-17 годах. Докладчик Владимир Накаров. Вот зачем он меня пошел. Да, коллеги, ну вот, в отличие от прошлого года, я включил еще первый слайд, который показывает особенности того времени, в котором мы живем, которые здорово сказываются на работе Руссов. Сказались уже, и, видимо, будут сказаться в дальнейшем на работе Руссов. По традиции, отчет, потом план и все это в одной презентации, чтобы можно было посмотреть динамику и в комплексе рассмотреть все. Ну, это уже прочитали, да? Представьте еще раз. О, все, пошло. Вот и ременешние факторы. Значит, действительно, как было замечено сегодня, некоторая турблянность, конечно, была связана с тем, что реестр новая совершенно вещь. Ясно, что нужно было какое-то время, необходимо для того, чтобы приспособились и приспособился министерство и экспертный совет к работе этого реестра. Ясно, что есть замечания, есть там разные случаи, но вот эта турблянность, она была естественная, она произошла, ну, как бы то ни было, она будет ликвидирована, но она уже повлияла немножко на то, чтобы немножко внесла повышенный градус в жизни всей индустрии. Теперь, вот почему-то проявился на фоне сжатия российского рынка, проявился такое новое явление, как борьба за этот маленький, сжимающийся российский рынок, который стал проявляться в том числе и в позиции государства, на мой взгляд, в излишней поддержке, гипертрофированной поддержке одних секторов индустрии по сравнению с другими. То есть видно, что сервисная индустрия была в какое-то время расценена как не самая главная или менее главная, чем другие сектора, чем продуктовый сектор, и поэтому на это была направлена и работа, вот в частности, группы «Интерсуверенитет» и «ИРИ», и проект того закона о продлении льгот, который был представлен на «Комсвязи», который долго обсуждался, он как раз включал в себя такой вот элемент большей поддержки продуктовых компаний по сравнению с сервисными. Ну вот удалось, сегодня удалось нам выровнять ситуацию эту за счет того, что «Деловая Россия» и представитель «Акронис», в частности, Протасов, выступил на встрече с президентом и предложил все-таки сервисную компанию уравнять с продуктовыми. Получится до конца это, не получится, не знаю, по крайней мере, пока мы в таком контакте с министерством пытаемся выстроить линию на сохранение статус-кво, на сохранение того положения закона о представлении льгот по странам взносам, который существовал до этого. Ну и потом общая, конечно, экономическая ситуация в стране и события, связанные с ухудшением экономической ситуации, а именно в РВК теперь больше нет Игоря Рубеновича, а теперь Кузнецова может не быть. Вообще вот это, то, что будет с РВК дальше, пока не очень понятно. Может быть, большее влияние государственных корпораций на РВК возможно, поэтому тут возможно и некоторое ухудшение наших позиций. У ШТРВК были большие партнеры. В прошлом году вы знаете 5 миллионов рублей, совместные 5 мероприятий за границей, вебинары и так далее. Все было довольно полезно и одетенность в пользу поддержки зарубежного маркетинга. Сейчас это может немножко так ослабнуть. Государство в лице Миноконного развития отказалось от поддержки приоритетных региональных конвенционных кластеров. Сейчас придумало новую волну стратегических кластеров больших каких-то. Это нужно еще освоить, нужно подать новые заявки, новые конкурсы. А вот то, что было наработано с 2011 года кластерами в Новосибирске, Петербурге, там и ряды городов других городов России, в Томске, к сожалению, все прекратилось и поэтому это тоже, конечно, влияет даже психологически. Когда ты знаешь, что у тебя есть деньги, есть программа и план работы на несколько лет и все это рушится, потому что денег в бюджете нет, вы держитесь, мы придумываем новую стратегические кластеры, участвуйте, пожалуйста, и снова через два года деньги могут прийти. Не дожидаясь сегодняшнего обсуждения, оказалось, что эта строчка совпадает с тем, что высказалось было сегодня и Евгением, и в первую очередь Игорь Рубеновичем. Действительно, эта бюрократизация относилась до таких масштабов, что в воскресенье будет такая встреча лидеров НТИ, на которой лидер НТИ поднимает этот вопрос в качестве ключевого. В бюрократе становится тормозом реализации НТИ. Следующая, ну, негативная внешне политическая ситуация, это, конечно, Редактор Николаевич прав, она, безусловно, негативная. Может быть, революция рубля в какой-то степени сдержала этот негатив, помогла компаниям удержаться на плаву, потому что, конечно, это для всех, эта компания особенно очень серьезная был якорь, который позволил задержаться за рынки, и если бы не было революции, то, вообще говоря, на таком негативном фоне было бы хуже, хотя тут, наверное, все события связаны. Падение нефть, падение цены на нефть, санкции там и все остальное, и революция рубля как последствия всего этого. Но вот результат воздействия, как я вижу его с точки зрения позитивных компаний, которые, понимая, что негативное воздействие есть, нужно искать возможности ухода из-под негативного влияния и представления каких-то контрмер. Первое – это презентация на зарубежные рынки. Вот это совершенно точно. Особенно сервисные компании с начала года, и с тех пор, как произошел первый этап девальвации, стали выходить на зарубежные рынки. По количеству сервисных компаний мало, которые ко мне обращались, и в РУСО приходили, и понятно, что они ищут выход на зарубежные рынки. И этот выход на зарубежные рынки, он может быть не везде одинаков географически. И вот этот вектор, который Дима сказал, на развивающиеся страны для продуктовых компаний, безусловно, это правильный совершенно шаг. И то, что в Вьетнам 10 компаний выезжают, это очевидное решение. Индия, Вьетнам, Юго-Восточная Азия, Аравский мир – это вот тот рынок, где продуктовые компании будут сейчас развиваться, и исследование показало, что они уже это сделали даже в прошлом году. Пользу новых лоббистских позиций. Действительно, вот то, что придумано было во главе с своим лидером, который является кому-то же амбудсменом, советником президента, конечно, это для того, чтобы выравнивать позиции, лоббистские, жар-позиции разных сегментов нашей индустрии, это правильный ход. Очень надеюсь, что мы будем взаимодействовать с Долой России, с Акронис и других компаний. Я просто призвал бы вас к тому, что мы немножко вернулись к забытому старому, хорошо, когда компании крупные имели позиции в Госдуме, в Совете Федерации. Вот Ходекс, например, всегда очень был близок к Думе. Депутат один-два всегда был готов к тому, чтобы наши интересы каким-то образом защищать. Надо к этому возвращаться, коллеги. Нужно защищать свои интересы, потому что в условии сжимающейся экономики другие сектора экономики будут нас стараться вытеснять. Нужно иметь сильные позиции в Госдуме, в Совете Федерации, в других госорганах для того, чтобы противостоять этому давлению и что-то доброе, мудрое, хорошее сеять. Теперь последнее, что я вижу, это концентрация усилий все-таки на сейфе от НТИ. Вот как бы ни говорил, что бюрократия в НТИ, денег не будет. Денег не будет точно, но консолидация живой части индустрии вокруг больших задач, она уже дает эффект. Вот Дима рассказал о том, как получилось с его проектом платформы. А получилось так, что просто познакомился он с Ростелекомом фактически на заседании сейфнета. И не только они познакомились там. Там познакомились с НЦСТ, с Колобой Касперского, компания, которые сами по себе сильные, но нашли возможность горизонтального взаимодействия, и в этом взаимодействии нашли новый потенциал развития. Поэтому будут деньги, не будут в НТИ. Это вторичный вопрос. Первичный вопрос. Это структурирование движения вперед, понимание, куда мы идем, создание этих консорциумов, группы интересов. В этом векторе вместе мы можем деньги найти. Больше, чем в государстве, тем более, как правильно говорит Багир, деньги-то отравленные, очень тяжелые, и за них нужно отвечать. И лучше бы государство, конечно, больше денег уделило внимание созданию правильной атмосферы, правильных законов и ускорению трансформации законодательства в пользу внедрения НТИ, чем пыталось деньги раздавать, потому что за деньги вся борьба идет. Вот я просто заблюдаю, какая там вот круговерсь идет. Подают проект в НТИ, он возвращается. Пока это крутится, все внутри. Пена, она спокойно проходит, имея сильную поддержку, она получает деньги и дальше идет. А мы продолжаем крутиться в этом нижнем слое, который так денег не получит, но потратить всю энергию на кручение. Поэтому нужно взаимодействовать друг с другом, создавать консорциумы, искать источники трансирования. Вот я сегодня имел разговор с фонда Бортника. Они готовы для нас выделять деньги, даже квоты. Это может быть секретная информация, никому не надо говорить, но тем не менее, это вполне нормально. Есть люди, понимающиеся деньгами, которые знают и хотят развивать эти предпринимательные направления, с ними надо взаимодействовать, РЭЦ, вот классный же парень, правда? И уже правильные дела делают. Это надо развивать, помогать им, помогать и ДЖАРам нашим, чтобы они развивались и получали большие позиции в государстве, с тем, чтобы потом вместе с ней мы могли идти вперед. Ну вот теперь следующее. Вот это помню с легкой руки Аркадия Допхина, который должен был сегодня быть здесь и участвовать в нашем мероприятии, но, к сожалению, не мог приехать. Мы всегда каждый год выставляем, ориентирный КПА работы ассоциации. Ну и вот эти КПА сильненьким, то, что было поставлено красным, я пометил то, что получилось на самом деле. Ну вопрос 3,7 или 6,7, это, конечно, уже пределы погрешности может быть немножко вызвали, но тем не менее, ясно, что мы ожидали немножко чуть большего роста экспорта. Может быть, это негативное влияние геополитики сказалось на то, что мы недополучили. Следующее, недопрещение льгот, но долгое время я не мог сказать, что мы что-то добились здесь, потому что давление было очень сильное против иностранных компаний, против сервисных компаний. Вот последние несколько буквально дней дали надежду, что мы можем получить поручение президента, которое продлит льготу для всех, как это было до этого. По Сайфнету, да, действительно, мы год отработали, не получили согласование, которое я надеялся получить еще в начале года, но надеюсь, что в ноябре, то, что все будет нормально, мы получим официально и одобряемся, что сразу сделают другой статус с Сайфнет. Пока у нас такого статуса нет, мы даже не можем поддерживать ваши заявки на участие в конкурсе фонда Бортника или других фондов. Будет статус, можно будет это делать. Поддержка высоконечного экспорта с помощью РВК. Была же хорошая программа. Конечно, она не может быть не такая оптимальная, как хотелось бы, но она была, и мы накопили нормальный опыт, но и вот первые три месяца года я ждал, что она будет продлена. Фикс с маршом получился, денег РВК на это не дали, его сократили в бюджет, его передают, Игорь Рубенович на пенсию в вышку отправлять и так далее. Вот не получилось ничего, но что делать, такая жизнь. Будем искать других партнеров, например, в том же лице РВК, когда будет новый состав, или РЭЦ, который его за себя правильно совершенно проявляет. Так, вот РЭЦ, тут как раз уже показано, что он начинает работать. Теперь с закупками отечную ПО в госсекторе по импортозамещению. Вот в прошлом году, позапрошлом мы вышли ведь на ряд госкорпораций, которые в момент установили такие нормальные дружеские отношения, в частности, вот с Роснефтью, не знаю, чем заканчивается вся эта история, но по крайней мере четыре было предложения, по четыре предложения в Роснефть мы давали свои встречные предложения, и там ясно, что какая-то работа идет, просто я знаю точно совершенно, что работа идет, Алексей мне даже говорил, что она идет более-менее правильно. То же самое сейчас начинается с Ростелекома. Вот наши отношения в рамках СФН-то привыкли к тому, что Ростелеком говорит, ну давайте, все-таки я верю, что вы нормальные люди, давайте ваше предложение. Первые четыре предложения я получу от вас, передал Ростелеком, процесс не быстрый, и ясно, что если его не долбить постоянно, он так и будет затухать. Поэтому я вот планирую на будущий год может быть взять человека, который будет называть специальным маркетингом в России, потому что госкорпораций довольно много. Сейчас вот пришел Свистунов в Минкомсвязи, я получил каждый день какие-то запросы в министерство, в частности, и нормальные запросы, и вот по Газпрому, например, был запрос, там был сейчас запрос по Почте России, то есть вот это направление надо развивать, хотя бы рынок там сжимается, не сжимается, но он совершенно есть российский, и мы должны в нем участвовать, и было бы глупо этого не делать. Андрей Николаевич совершенно прав, есть военные, и там есть у нас нормальный контакт с полигоном, и может быть мы через него будем пытаться что-то продавать. Дальше по этапу. Вот проект этапу, вот этот проект, который меняет немножко горизонт взаимоотношения с высшей школой и подготовки кадров, был придуман там тремя людьми, вот Саша Андреев был герой, вот Николай Пунтиков, Андрей Николаевич придумали такой проект, когда учебные центры компании являются кафедрами этой Академии по степени и образованию. Люди, которые разрабатывают, являются преподавателями. Совершенно правильный путь, когда на переподготовку приходят в эти специализированные кафедры, где люди, разрабатывающие, собственно, сегодня помогают учиться и постигать азы коллег. К сожалению, мы уже с 2011 года пытаемся это реализовать. В этом году впервые в Санкт-Петербурге правительство выделило средства на переподготовку кадров для программистов. Оно еще в такой корявой совершенно форме, тем не менее, 50 человек мы в этом году отучим, докажем городу, что это уже... То есть мы покажем, что компании могут обучать гораздо эффективнее, чем вузы, это естественно. То есть первые дна это деньги на. Сокращение. Первые дна, наверное, да. До дна пока еще не дошли, но уже слово такое есть. Следующее. А кого мы переобучаем? Переобучаем программистов. Либо своих, либо с улицы, либо выпускников, после дипломников. Готовим их, например, компания готовит новый проект, 15 человек нужно здесь срочно обучить кому-нибудь. Ну, есть оператор из политеха, компания, которая имеет все лицензии, штантребл по лицензиям было. Но обучение будет вестись в частности в центрах обучения компаний в наших собственных центрах. Мы сегодня 17 человек учатся. Сейчас можно сказать, у нас вот этот шумок тоже человек, участвует в Москве. Ну, в Москве, я думаю, что нам нужно начать деньги. А вот мы хотим, чтобы деньги на наши деньги обучались. Понимаешь? Давай, кто только будет положить пример, мы же можем тиражировать через министерство или просто идти в правительство Москвы. Все это возможно. Тем более, у вас денег много в Москве. За деньги города, понимаешь, в этом разница. Но в любом случае, вот этот проект не умер, пока мы с ним работаем, слава богу. Теперь добиться роста численности компаний. Вот мы планировали 120 компаний, сейчас 117. Ну, немножко не выполнили. И эмбудсмен от IT. вот это было... Нет, это с учетом этих компаний. Я же мудрый, я же знаю. Одно не пришло, было бы три, а так ушло два, как у меня планировано. Я же риск менеджмент. Коллеги, последнее, вот эта вещь, которая меня очень волнует. У нас есть эмбудсмены по интернету, есть советники по интернету, в общем, все, что угодно, связано с интернетом. Такое впечатление, что интернет, это все IT. А на самом деле, IT огромное и великое. В нем есть интернет, а есть и не интернет. И должен быть человек, который президенту будет рассказывать правильно про этот IT. Пока эти мои крики, значит, вопли в пустыне никого не растрогали, но я бы считал, что... Тагира увлекли. Тагира увлекли. Что там написано? Добиться назначения общественного эмбудсмена по IT, общественному, президенте, или бог знает как, от представителей индустрии. Потому что, к сожалению, от нашей индустрии нет такого представителя. Вот есть у нас эмбудсмен по интернету, но он представляет системного интегратора, не очень большого, например. Есть деловая Россия, которая назначает этих эмбудсменов. И когда мы приходим, мы говорим, дайте нам по IT, эмбудсмену должности. Нет, не надо, мы это пока не планируем. То есть взаимодействие нужно налаживать и сделовую Россию, и, может быть, запрещать президенту, чтобы у нас от индустрии был человек, который отвечает за эту самую индустрию. Финансовую деятельность. Вот дальше вы посмотрите отчет ревизионной комиссии, там немножко по-другому. Там за год, начиная с четвертого квартала предыдущего года, но я сделал за 9 месяцев этого года и предыдущего, потому что прошлый год немножко не показатель. У нас было 5 миллионов рублей от РВК, и, конечно, они здорово исказили бы картинку от обычной нашей жизни. Тем не менее, если посмотреть доходы-расходы, вот, смотрите, поступление в прошлом году за счет РВК выросло на 90%, в этом году по сравнению с прошлогодними упали на 17%, то есть в целом все равно поступления выросли, естественно. Взносы выросли на 24%, в прошлом году на 31%, но расходы выросли чуть-чуть, хотя, видите, можно было, конечно, 5 миллионов больше потратить, но в связи с теми в пенсионных больше нет, тем не менее, расходы сохранились на предыдущем уровне, но в одном проекте, конечно, расходы немножко уменьшились, а деньги были в основном потрачены на то, что в этом году, я с гордостью говорю, то, что Мехтабир давно говорил, нужно иметь персонал, который будет профессионально работать, я один, конечно, не смогу весь персонал заменить, у нас в этом году повышение зарплаты произошло практически в два раза у ведущих специалистов, это, конечно, еще не предел, но тем не менее, люди стали буквально получать более нормальную зарплату, и это реальные профессионалы. Вот Дмитрий, просто абсолютно лучший, знающий аналитик по ситуации в индустрии, потому что он уже 10 лет проводит как исследование само, собирая исходные данные, так обрабатывая их, потом готовит этот отчет. Есть еще у нас хорошее приобретение, это Анна Антонова, знаете, вот Анна за этот год сделала три больших мероприятия, сейчас в Сибирске у нас 1-2 числа, все это мероприятия прибыльные, все это приличные, нормальные мероприятия, которые нужны индустрии, и то есть мы возвращаемся к организации мероприятий, но уже не в убыток себе, а хотя бы на таком уровне самофинансирования. Что на будущий год, я предполагаю, с государством, ну во-первых, а, что было в государстве в прошедший год, принимали участие, бог знает где, бог знает в чем, в рабочие группы выступали, там в Сейфинете, всевозможем участвовали, оказывали поддержку этому нашему продвижению закона по страхам взносам, ну входим в Московскую область, там какое-то очень много чего делается, но это делается в основном силами одного человека. Коллеги, так делать неэффективно, просто неэффективно. Нужно обязательно брать людей, которые могут говорить, могут правильно формулировать свои мысли, индустрию представлять, и вам идти в эти органы и выступать, потому что без этого ничего не получится. Силы на исходе, возраст тоже такой приличный, потом я всегда такой агрессивный, и не все таких любят, нужно, чтобы были люди, которые умеют правильнее общаться с чиновниками. Я, например, за 17 лет не научился, к сожалению, этому искусству. Маркетинг-пиар. Вот теперь у нас, ну вот с позиции Атикластера Санкт-Петербурга работаем с Роснефтью, а подписали соглашение о сотрудничестве социально-машиностроителей из ГК Ростехнологии. Сейчас с Ростехнологиями вот все-таки налажив такой диалог, когда они наконец понимают, что сами они не могут заниматься конверсией, поэтому они предлагают свои мощности, чтобы мы производили разработанные там Руссофтом какие-то изделия, а они будут нас производить для армии, имея лицензии, сертификаты и все остальное. Это один путь к сотрудничеству. Второй путь к сотрудничеству. Помогите нам коммерциализовать наши разработки, потому что наши продукты, которые мы делаем для обороны, мы имеем право коммерциализовать, что мы сами не очень к этому привыкли, у нас есть план, пятилетнее вооружение мы стучим там на станках и все это работает, а вот как сделать так, чтобы рынок купил, мы пока не очень хорошо знаем, поэтому они готовы с нами взаимодействовать с точки зрения обмена трансфера технологий в нашу индустрию, мы дальше можем это все двигать. По конференциям, по импредизмещению конференции она очень хорошо Аня провела в Петербурге, потом сделала конференции по этой вещи в Санкт-Петербурге, сейчас в Новосибирске 1-2 ноября у нас такая же будет конференция и вот мы готовим сейчас в декабре для сайта безопасности в рамках Сайфнета такую совместную конференцию, чтобы показать такой лозунг экспорт безопасности из России. То есть есть технические решения, которые вполне нормально могут экспортироваться и вот для примера скажу, что за прошлое 4 года там из 10 компаний, которые вошли в Гартнер Мэджик Квадранс, в 6 это компании в Узбезопасности. То есть они начинают сейчас выходить на глобальный рынок, они оцениваются экспертами, они платят аналитикам некоторые деньги, аналитики начинают замечать, этот сегмент будет развиваться вполне нормально. Я надеюсь, что мы так с ними будем работать. Теперь по поводу стратегического партнерства. Вот я в присутствии представителя SAP говорю спасибо, потому что коллеги вышли с предложением, у нас есть платформа и мы готовы брать ваше решение, ставить на платформу и продавать нашим клиентам по всему миру. Примера 2 вот уже есть, я надеюсь, сейчас мы сформулируем такое предложение, чтобы можно было опереться на маркетинговый потенциал SAP и продавать по всему миру ваши решения, что мне кажется просто правильно, здорово и выход на глобальный рынок через такую помощь очень эффективно. Но еще кроме SAP могу вот Китая отметить. У меня сегодня будет с ними встреча очередная эта компания, которая представляет интересы министерства вот они уже звонят. Электронной промышленности Китая, 4 первые компании я на них вывел, поэтому кто хочет, я вот такой призыв уже все написал, выходите с вашими продуктными решениями, вот попробуем предложить китайским партнерам, это все-таки не частная компания, которая явно все украдет сразу же, а это компания, которая очень близка к государству. Она занимается всем импортным экспортным электроникам с Россией, поэтому они, ну, в этой патруле находятся более-менее, на них есть рычаги политического влияния, может быть, это немножко нас защитит от потери прав. По поводу пиара, джиара, да, вот есть у нас такая регулярная рассылка новостей Руссофт, которая вызывает отклик в СМИ, там, публикации, я просто 100 написал, на самом деле их больше гораздо, но какое-то поле информационное есть, оно явно недостаточно, тем не менее, вот что-то сделано было. Организационная работа, проведено 10 заседаний правления, ну, 5 компаний представили членство по разным причинам, в частности, вот прогноз, например, очень мне жалко, что так получилось. Вступили 18 компаний, ну, партнеры, тут я написал какие, да, ну, все такое простое, главное, что вот аналитик теперь стал получать какие-то хоть нормальные, более-менее нормальные деньги, половина нормальных денег, Анна стала работать на полную ставку, это такое вполне нормальное дело, ну, конференции и так далее. Вот теперь церковый показатель на будущий год, объем продаж за границей, потому что оказалось, что есть разные цифры, есть цифра объем продаж за границей, и она вот 6,7 миллиарда, а есть объем экспорта, то есть поступлений в Россию за продажи из России. Это цифра 4,6 миллиарда. Это разрыв, каждый год растет, в этом году он вырос очень сильно, и это, конечно, нехорошо, это, видимо, выгоднее, ну, давление большое геополитическое. Вторая цифра, это объем экспорта, то есть тех денег, которые поступили в российские счета за продажу за границу по УПО или услугу его разработки. А первая цифра, то что большинство продаж делается с зарубежными центрами компаний, которые за границей продают свои услуги и продукты. А как мы вторую цифру получаем? Вторую цифру получаем, рассчитывая реальное поступление компаний в Россию здесь. Например, Конечно, с их слов. То есть пока данных ведь никто не им не дает. Есть данные ЦБ, которые говорят, что в прошлом году было 2,5 миллиарда долларов поступления за услуги, найти услуги. Еще раз, две цифры, какие первые? 6,7 миллиарда. Общий продаж по 4,6. То есть это значит, чтобы 2 миллиона потенциальной прибыли как бы осели там. Нет, есть еще понятие такое, как холдинговые структуры и закон по холдингам, который и делает так, чтобы эти деньги возвращались на другим путем, не через прямые посадки. Там вот этот кусок просекло это дело и деньги собирает в какую-то степень от холдинговую структуру. Так, в сейф-нет. Не нормально, там же тоже нужно тратить, на своего тратить. Да, конечно, все это нормально. Я тоже... Просто нужно понимать, что есть две цифры. Потому что когда есть критика, такая, что вы пишете сумасшедшие цифры, там 6,7, а всего 2,5 пришло по ЦБ, по данным ЦБ, то нужно какое-то объяснение давай здраво. Мы писали в этом году, выделили эти цифры, мы считали и представили... То есть гарднеровская проблема всегда была. Вот они из-за бежон могут... Конечно, конечно. Зачем их не прогонять? Это я думаю, нам можно... Нет, нет, это нормально. Я не знаю, что ненормально. Надо объяснять кому-то. А зачем это цифры? Алексей, я просто говорю, ну понимаешь, когда я говорю 6,7, когда президент говорит 6,7, он говорит, покажи в ЦБ, где эти 6,7. Они не покажут, не могут показывать. Разрыв такой большой, что я не объясню. Нужно объяснять. Правильное объяснение. Просто я к тому говорю, что вот это давление негативное, оно воздействует на продавцов. Они обязаны продавать так, чтобы кто-то купил у них. Для этого они вынуждены выводить центр продаж за границу. Иначе просто гораздо тяжелее продать. Так, сейфтнет. По-моему, это правильное дело. Я вот общаюсь с коллегами, которые входят в сейфтнет, вижу, что они это делают. Они горизонтальным сотрудничеством уже дали довольно много и себе, и стране. Теперь РЭЦ. Вот РЭЦ мне очень понравился. РВК. Я надеюсь, что у них закончится перетурбация, и мы сможем с ними нормально работать и восстанавливать. И программу эту, и по крайней мере, Шадрин мне, и Меликобритатель обещал, что они вернут этот проект в РВК, с тем, что мы снова имели деньги на поддержку международного маркетинга. И, с этой теми, я записал себе, значит, на будущий год я буду показывать красный, что не произошло, не сделал два мероприятия. Либо я говорю, да, я сделал два мероприятия, ура, все хорошо. По РЭЦу есть. В программах отечественного софта через Центр Мир Городного Обещания. Но это такая вещь сложная. Тем не менее, есть все эти Газпромы, Роснефти, все это есть. Надо просто работать с ними. Я вот очень планирую человека на месте, который будет заниматься прямым маркетингом для госкорпораций. Инжиниринговый центр. Вот это очень правильная вещь, которая нужна для инновационной деятельности. В рамках создания кластеров этих мы в Питере заложили деньги на то, чтобы сделать инжиниринговый центр распределенный в ряде вузов города, чтобы можно было закупить на эти деньги инжинирингового центра новое железо, которое пока еще только является таким проектом, на котором можно строить новую доверенную среду, делать на ней приложения, пытаться делать прототипы. И без таких денег, и без такого центра трудно ожидать, что сами компании будут в это инвестировать. Когда будет поддержка фонда Бортника, например, она обещана, когда будут деньги на то, чтобы закупить это железо, на нем можно начинать что-то выращивать, но этот процесс может пойти. Такой же процесс будет в Новосибирске. Вот я туда еду специально, потому что там есть деньги на кластер, там точно можно это реализовать. В Питере еще сомнительно. Ну и потом по графикадров, все это у нас так есть, довести численность до 140 человек. Я думаю, что в основном вот это увеличение численности сейчас буду планировать делать через Сейфнет. Потому что ясно, что чтобы эта вся структура Сейфнет работала последовательно, нужен какой-то аппарат. Этот аппарат я бы надо придумать, но в Сейфнет нет контроля пока технической массы. А в Руссофте она уже есть. Поэтому буду стараться включить компанию Сейфнета в Руссофт, с тем, чтобы сделать какой-то там комитет и с этим комитетом продвигать интересы этих компаний и добиваться там результатов в интересах Сейфнета, но это увеличит численность Руссофта. Ну и назначение обусмена по IT. Я вот думаю, что это такая задача, которую нужно всегда решать. Если у нас не будет прямого контакта с президентом регулярного, а будет ряд в 6 лет, например, у меня, каждый 6 лет я считаю с президентом. Довольно редко, на мой взгляд. Тем более, обычно бывает перед выборами, когда он в таком нормальном состоянии, благодушном, и может пообещать что-то. Потом это может и не свершиться. Нужен, конечно, человек, который будет работать напрямую и не зависеть от промежуточных элементов. Ну все, теперь мы еще закончим. Так что прошу... Вопросы у вас какие-нибудь есть? Ну, что вот как бы с ЭВК, мне, на самом деле, интересует? Какие у нас есть перспективы, да, скажем, после этого изменилось? А оно изменилось? Да нет, ну просто... Пока нету правовства, на мой взгляд. Насколько я знаю, да, потому что Кузнецов говорит, что его не утвердят, скорее всего, поэтому никто там особо решений не может принимать никаких, а нового пока нет, хотя фамилия известна, и вот эта ситуация, она пока не без назначения, она подвешена. Вот пока говорить не рано. То есть мы, в зависимости от того, кто мы еще можем строить планы, а как мы не можем строить планы? Да, может быть, у женщин предлагать свой вариант, пока сейчас уже поздно, конечно, как в Петербурге тоже, смеется начать руководить комитетом по Айти, все вдохнули с облегчением, а кто придет, не знаю. Он недалеко ушел, когда раз в рейли... Там в тот случай, когда неважно. Облегчение гарантирует. Так, вопрос следующий. Вопрос следующий. Это у меня совершенно неожиданное предложение. Надо прогрессовать. Я предлагаю принять доклад к сведению, или как там, утвердить доклад президента Росфорта. Кто за это предложение был? Кто против? Кто удержался? Варик, и кто? Ну и планы. В общем, тебя отчетно в турнире. Поздравляю вас. Сын Джекунь, отчет ревизионной комиссии о проверке работы Рософт. Показчик Сергей Покран. Один раз в год говорим, Покран. Слушайте, договорится. Добрый копочки. Проходится, интересно. Кому интересно, может почитать. Он практически слово в слово повторяет. А на что давить-то тут? Повторяю, это отчет прошлого года, только цифики поменялись. Основной вывод, что финансовая бухгалтерская дисциплина на должном уровне, я уж не говорю не про какие-то там злоупотребления, просто... Ну вот, как Елена пришла несколько лет назад, разгребла тот бардак, который до этого был финансовой деятельностью опората Рософт. И так продолжает вести, что никаких претензий нет. Был, был. Вот Андрей подтвердит. Вы были в истории когда-то давно. Это неприятно. Но это, к счастью, давно. Это, к счастью, давно. По цифрам... Ну, там есть сравнение на слайдах, если они появятся. Значит, две части доходов и расходов Рософта. Это некоммерческая деятельность. Это доходы от членских взносов, расходы на содержание аппарата и сопутствующая деятельность. Коммерция — это работа с такими структурами, как РУК, ну и соответствующие траты. Ну, коммерция сократилась. В прошлом году в основном за счет РУК. Минус 5 миллионов, но при этом она выросла, получается. 2015, почему минус 5 миллионов? Коммерция года включилась в последний квартал. А, да, я забыл сказать. Считается и сравнивается последний квартал предыдущего года и три квартала этого. Валентина Невская, другие цифры. Это означает, что если отнять 5 миллионов только как, то до 700 тысяч выросло до 4,3. РУК же не отвалился, что не в середине этого отчетного периода. Ты все 5 не отнимай. Это еще потом. По расходам. Расходы, соответственно, тоже вывесли. Но тут будет дальше следующий слой. Структура расходной части этот год по сравнению. Ну, опять-таки же год, 4 квартала. В основном структура осталась прежняя, зарплатная часть увеличилась. Нанято данным человеком. Несколько увеличили за оплату сотрудников аппарата. На мой взгляд, она все равно не слишком высокая. Но вот так все примерно то же самое. Значит, у нас был момент реализовать оплату членских сносов. Ну, по собираемся членских сносов все, как обычно, такого вопиющего разгильдяйства особо не наблюдается. А по размеру уплачиваемых взносов ну, вот проведена некоторая работа потому, как взносы платили не в соответствии с этой табличкой, которая есть. Сейчас более-менее порядок наведен. Не до конца, на мой взгляд. Ну, там фактически все нормально. Я просто призываю вот время от времени, там, раз в год посмотреть на эту табличку, посмотреть, какие у вас доходы, и, соответственно, определиться с тем, что вы собираете заплатить ростов от получения членских сносов. Предложение по изменению каких-то корректировок на этой табличке? Да я каждый год предлагал, сейчас даже не буду, потому что Валентина, я спротив. Ты против? А мы в Минюхе тяжело жить, но кризис... Не сужда 15 тысяч, совсем не серьезный. Ну, совсем, правда, как реставрация. Для малых компаний, нормальный, серьезный. У нас уже растет меньше, постоянно. Может, 20? Ну, за реставрация, параллельно будет нехорошо. Мне кажется, наоборот, честным с малым... Годами не менялся, инфляция-то идет. Мне кажется, наоборот, мало ли честным не надо трогать, но те, которые-то уже потолще... Ну, по-моему, ряд 10 не менялся, собственно. Ну, я могу ошибаться, но поедок такой-то. Ну, коллеги, в прошлом году под влиянием Сергея была предпринимательная инвентаризация, все пересчитали свои взносы, и объем взносов у нас не с того ничего вырос довольно прилично. Поэтому спасибо вам за то, что вы, пересчитав, сообщили, где правили новые цифры, бюджет из-за этого вырос, даже без пересчета. Ну, идея в чем, да. Некоторые компании, вот как они 10 лет назад платили, там, не знаю, 60 тысяч, допустим, у них, оборудов, даже там, разы поднялся, они так 60 тысяч продолжают. Пусть привели ревизию, за счет этого, да. Стоит платить на 60 до 150. Спасибо, Геннадий. Я честно плачу. Так что, да, еще раз, правление резких против пересмотра. С оборудованием нам нужно поделиться. Будешь голосовать? Конечно, мы голосовать будем. Последние 8 минуты. Сейчас, сначала вы... Нет, я имею в виду по этому. Морсчет... Ты закончил сейчас? Я закончил. Морсчет отвечу потом в куверах. Если кто против, то... Главный слабо листарственного отношения обнаружено не было. Я предлагаю утвердить отчеты резервной комиссии. А, ну, значит, слабо перейдем. Итак, кто за то, чтобы утвердить отчеты резервной комиссии? Так, срайти руки. Принято, единогласно. Теперь, все-таки, давайте минимально обсудим. Год собираемся. Насчет разбера с царковью. У тебя есть какие-то конкретные правила, которые можно вывести и нагрессовать? Нет, еще раз. Я предлагал пересмотреть у предыдущего года три. Сейчас я даже не готовился. Зак позиции Макарова. Позиция Макарова. Так, Валентилянич, изложи позицию. Ну, давай сейчас повысим немного. Моя позиция не повышать. Если вы, в общем, сохраняя другая позиция, вы голосуете, и я стану спокойно сидеть. А почему? Большим деньгаем. А ты не хочешь объяснить свою позицию? Да, я тоже не понимаю. Скажи, я не ждал от вас такого. Всего что угодно ожидал, но не этого. Так. Так. Давайте, 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 давайте. Поднимите руку. Кто хочет увеличить свои членские взносы? Вот. Ну, я понял, тоже. Давайте, давайте, согласитесь, товарищи. К сожалению, варился, Андрей. Вопрос, надо было, конечно, готовить. Вы хотите на общее собрание с такой дискуссией. Я не прилагаю. Не, можно процент. На 10%. Но все равно нам готовить. Я все-таки сейчас не ставлю какие-то новотеки, если договоримся. Это у меня есть другое предложение. Давайте решение правильное покажу. Да нет, я сейчас что-то могу увеличить маленькие цифры. Ну, третий год про это говорил. Да нет, всем. Что какие-то компании входят, ты, значит, совсем платят там на три копейки, да? Ну, вот это... Коллеги, говорят же, на 15 тысяч это, наверное, губ. То есть, вообще убрать неудобную тигурию, например? Нет, ну, то есть, хотя бы поднять эту низкую цифру. Ну, можно сказать, что... А зачем? Коллеги, сейчас решаюсь, как изменить эту шкалу абсолютно бессмысленно. У меня есть другое предложение. Прось возник. Давайте начнем ее поведение хотя бы в дурачной форме. И вот, когда ты его показали, ну, да, я не знаю, ну, просто так... Ну, это общее собрание нужно решить. Ну, это общее собрание, оно решит. А, ну, я бы не хотел бы... А, на следующий... А, на следующий... Вы что, заученному не можем прогрессовать? Нет, на общее собрание предрешение... Да, вы там убуждают. А какое отрешение такое принять, что... Соломонов. Что общее собрание предлагает оставить этот вопрос на смотреть это правление. А правление собирается в 8 месяц. Полстало не положено. Нельзя. Я вот на вас, бюрократа, чертого. А почему не может прогрессовать? У нас на следующие решения, которые на следующий... А, нет. Через год будет. Хорошо. Тогда... Сейчас там не готово, сейчас ничего. Ну, в общем, в результате такого бурного обсуждения возникает предложение. Получить правлению, подготовить к следующему годовому собранию, пересмотр... Точно пересмотром членских... Пересмотром увеличения. Хорошо. Увеличение. Договорение. Категория должна быть. Да, структурная обсуждение. Просто, да, по поводу обсуждения. Были отчеты, говорили, что... На фоне роста западного рынка, типа, зарплаты в долларе буквально... То есть, расходы в компании понизились. Тем более, компании, которые с более существенными доходами. То есть, здесь, как минимум, у компании появились там какие-то свободные деньги, чтобы можно больше внести в Руссофт. К тому же, Валентин сам проговаривал, что как минимум необходимо взять хотя бы одного человека, дополнительного, по работе с теми же самыми партнерами, с теми конференцией, с кем-то еще, да, какие-то лоббистские функции. И мне кажется, всем участникам Руссофта было бы выгодно, чтобы появился дополнительный человек с помощью Валентином, который бы эти функции нес. И, как бы, рассуждая о повышении, о размере, можно сказать, не из того, типа, там, инфляция, не инфляция, просто причать расходную часть, необходимую для улучшения качества решаемых вопросов. Эту расходную часть, вот, и на ее, ну, и прикинули, как это лучше было бы. Я просто сказал, директор, и вот я знаю, что если моим подчиненным сказать, скажите, что вам надо, тоже скажут, что это же больше. И хорошо обоснует. Вот, подскажите, товарищи директорами. Послушайте, по-моему, это разумное предложение. То есть, этот вопрос, и так, надо поднимать, но вопрос не подготовленный, поэтому выносим предложение, чтобы поручить правлению, вопросы про работу, посчитать, дать какую-то аргументацию. Все, чтобы на встречу к этому собранию мы смогли реально по хорошим подготовленным цифрам, обоснованным, принять решение о повышении. Проинформировать общественность через интернет-посмос. Можно вопрос обрабатывать? Да, конечно, что-то по городу, и по году это официально. Ну, он в нуле, да? Не, ну да. А, 300 тысяч нефициально, что-то мы сейчас там... Да нет, ну зачем год торопить-то? Ну, тема понятна, она обсуждается, что год торопит. Да, все так. Все, простое предложение, увеличить минимальный размер в два раза. Все. Короче, что вы голосуем. Да, что ты говоришь? Да, что ты там надо? Вот, когда вы эти минимальные нюансы, которые там... Андрей, вот так, структуру доходов-то не изменяют. Как бы, как, зачем увеличивать в два раза там эти... 15 тысяч, конечно, эти дадут-то. Конечно. Кроме того, это, как минимум, не демократично. Послушайте, давайте прекратим дискуссию. У нас, правда, вопрос не подготовленный. Это можно подготовить не через год, а в тени кварталах. Общее собрание решает. Андрей, не увеличить, а ввести на новые предложения. Потому что, например, последнее, ну, вот пару членов у нас таких, которые 30 тысяч платят. Ну, куда больше 5 тысяч платить, извините, так сказать. Ну, хватит, ну, то всем надо увеличивать. Я ровно это предложил, что ты хочешь? Не увеличить, а пересмотреть. Это, хорошо, это было, наверное, на моемки давали. Увеличить, а не сказал Макар. Пересмотреть. Пересмотреть. Итак. Ну, если мне... Верить, а не... Так. Вручить бакланы, короче, в руках. Вручить правлению. Я могу поучаться, по отправлению. Посмотреть и обосновать изменения в оплате Чесноком. Все. Принято. Так, принято. Управление должно... Управление, вот уже новое правление должно забыть с этим вопросом. Так, следующий вопрос. Выбор из-за правления Руссов. Вот, у нас это все обсуждалось. Почему? На раз. И вот мы... Понимаете? Можете микрофон подберечь? Да, я обновлю. Вот, было сказано, что правление надо как-то обновлять, омолаживать. Поэтому появились списки, которые вот вам представлены. Несколько более-менее новых правилей. Не абсолютно новых, но более-менее новых. Вот, Валентин предлагает этим новым людям выступить их несколько слов. Если они будут в правлении, что они будут делать? Ну, хоть как-то познакомиться с этим явлением. Новый кандидат, с которым были проведены переговоры, и все обсуждено было вот из них. Ага, правильно, спасибо. Значит, Протасов Станислав, Акронис. Вы сами понимаете, я бы хотел, чтобы всегда был, конечно, в процессовой правоправлении, потому что он находится сейчас в Доловой России, там, в Ирии. Ну, и совмещение таких позиций было бы полезно нам всем. Но, к сожалению, вот, с ним последний разговор был, он взял самоотвод. Нагрузка очень большая. К тому же, помимо Протасова, есть еще представитель этой группы компаний, Владимир Рубанов. И вот они так же, давайте вы передайте голоса Рубанову за меня, и мы вместе будем вести работу и в Деловой России, и так далее. Да, ну вот, Владимир Рубанов, второй представитель, который мы хотим сегодня послушать. Может быть, Володя расскажешь тогда, чем ты будешь заниматься, почему в правление идешь. В прошлом году, напомню, что уже Владимир участвовал, баллотировался в правлении, но не было. В прошлом году, да, я вынужден был бежать выступать, и не смог выступить. Да, поэтому в этом году исправляюсь. Слушай, а избираются именно персонали или компании? Про персонали, то есть про себя тоже придется рассказать немножко, нарушив скромность. Вот эта конференция, на самом деле, является для меня знаковой, СЕКР. То есть лет 10 назад я здесь выступал, еще будучи сотрудником Института системного программирования РАН. Сам я программист, так сказать, с детства. Начал программировать нам 25 лет назад, спаяв свой первый компьютер по схеме из журнала радио. Потом закончил физтех. Начал работать у Академика Иванникова в Институте системного программирования. Защитил диссертацию. Отвечал за бизнес международный, собственно, в Академии наук. Сотрудничал с IBM, Intel, Microsoft, Nokia, пока она еще не была Microsoft. С Linux Foundation был директором центра верификации Linux. Занимался активно мировым open-source сообществом. До сих пор, кстати, состою в рабочей группе Linux Foundation по стандартизации. Сейчас я являюсь директором компании Росплатформа. Мы большие друзья группы компаний Parallels, Acronis, Virtuosa. Соответственно, занимаемся русской виртуализацией, средствами серверной виртуализации. Понравилась коллега из кандидатов в вступление, показывал, с кем конкурируют из западных компаний. Мы конкурируем, соответственно, с VMware, в первую очередь, и Microsoft Hyper-V продуктами. Ты уже не Microsoft, я знаю, да. Значит, чем могу помочь, работая в правлении? Кстати, за последний год я в правлении как-то участвовал, но пропустил одно заседание правления. Еще многие члены правления, Вова. Спасибо. Да, пропустил одно заседание только за прошлый год. По уважительной причине нахождение в Крыму. Не на Канарах, а в Крыму. Да, без связи, соответственно. Значит, чем могу помочь, кроме, собственно, внесения экспертизы по опенсорсу, по взаимодействию, причем опенсорсу как модели. Кстати, мои ребята всегда, вот, и в центре рефикации Linux, и в России, и сейчас в Росплатформе. Все, понял. Всегда активно участвовали в международном сообществе. То есть мы не просто опенсорс брали, а всегда отдавали обратно. Меня уже убедили, наверное, других тоже. Нет, на самом деле я хотел сказать, что у меня еще много общественных должностей. Собственно, со Стасом Братасовым мы активны в Деловой России, в ИРИ, занимаемся я там, членом всяких рабочих групп, в министерствах и прочего. То есть могу помочь как-то выступать от... Так, Андрей Николаевич, спасибо. Выступать от лица ассоциации вот на этих... Хорошо, спасибо. Можно, а вопрос, вопрос. А размер компании какой? Ну, в число людей или как? Росплатформа сейчас, она как стартап такой, то есть она, конечно, дружит с большой вот этой могущественной структурой Perlis, Virtuos, Achronis, но сама компания Росплатформа, она вот создана только в этом году, была, в ней сейчас 30 инженеров, ну, то есть масштаб такой. Формально это стартап. Хорошо. Так, Сергей Юркин, генеральный директор Сибирс Инбирсофт. Сергей Юркин, генеральный директор Сибирсофт, вот вы, наверное, все знаете, что он является омбудсменом Ульяновской области по IT. Всем добрый день. В нашей компании Сибирсофт работают 300 человек. Основной бизнес – это разработка заказного программного печенья, мобильное приложение, Б-приложение и так далее. Компании 15 лет. Я в течение 15 лет, 13 лет, наверное, активно участвовал в операционной деятельности, развивал компанию. Начинали мы с трех человек и сейчас вот 300 человек. Ну, мне как человеку, который постоянно развивается, я сейчас обучаюсь на MBA, только прилетел из Лондона, то есть куда ездил на выездную школу, уже стало интересно заниматься такими большими структурами, которые, ну, развивают IT-индустрию снизу. То есть это образовательные проекты, это фонды. То есть это ульяновские. Я сейчас назначен IT-омбудсменом. Это, конечно, была инициатива губернатора, но я согласился, потому что мне это было как-то интересно. И вот за год работы IT-омбудсменом мы проделали много работы, в частности, ну, тут тоже была инициатива губернатора, мы приняли законы разные для IT, это льготы для IT-компаний в Ульяновской области. Сейчас в Ульяновской области IT-компании, которые на упрощенке платят не 6%, а 1%. Прибыль снижена тоже на 5%. Есть ипотека для программистов специально. Ну, и я, как IT-омбудсмен, участвовал в разработке этих законов. То есть как-то уже получил понимание, как работает госмашина. Реально очень непросто. Все эти министерства, школы, вузы, очень огромные системы. То есть есть какой-то опыт. Наверное, опыт могу передать, там, не знаю, другим региональным структурам, да, которые там... А мы ездили с Валентином в Ярославль, то есть я там рассказал, как мы это делали, то есть как-то уже начал участвовать. То есть мне интересно участвовать в этих больших общественных делах. Ну, не знаю, как я смогу, конечно, то есть на Валентине предложил, а я не отказался. Ну да, я предложил, потому что, во-первых, региональный опыт совершенно уникальный, который у никого нет, а регионам нужно обязательно использовать такой опыт. И представители регионов должны быть в правлении обязательно. Мы же такой извешенный коллектив, там должны все интересы представлять, чтобы это представление было адекватным. Спасибо. Ну вот, сейчас у нас попытки сразу... Ну, может, сейчас и приводим. Смотрите, я в правлении много-много лет участвовал, практически с самого момента объединения Русофта и Фортроса, произошедшего в 2002-м или 2002-м, 2004-м, ну, неважно. Значит, вот смотрите, начали мы с 11 человек в правлении тогда. Потом, и тогда было там 70, мы говорили, потом упало, где-то 60 было членов, я думаю, даже меньше 60 был момент, когда... Сейчас у нас 120 членов, фактически. Ну, подняли с 11 до 13. А может, нам 15... Мне, например, понравились вот эти оба кандидата новых. Может, нам до 15 численный состав поднять? Вот такое предложение. Алексей, это я тоже думал об этом, но в уставе у нас прописано количество членов правления не более 13. И кроме того, Алексей, и кроме того, всегда есть риск... Кворум... Иногда и сейчас кворум трудно собрать. Так, еще один кандидат. Ну, он был 13, можно поднять. 13 сейчас. Итак, еще один кандидат. Александр. Коллеги. Генеральный директор Сипович. Александр. Коллеги, добрый вечер. В двух словах тогда, наверное, не только не просто о себе, а о том, чтобы... Ну, как я вижу свою роль в правлении. Когда я вступал в правление, это было, по-моему, 2 года назад, я озвучивал, зачем нужны Русофт. Я говорил о том, что мы томская компания, не очень, может быть, большая по масштабам. Многих здесь присутствующих на 40 человек. Мы профессиональные разработчики заказного ПО. Ну, пожалуй, это одна из ведущих томских компаний в этом сегменте. Томск славится множеством, но небольших компаний. И моя цель была в том, чтобы приобщиться к опыту крупных компаний для развития своей компании и для развития других томских компаний. В целом, то, что я получил через канал Русофт, где-то больше информационно, где-то к Валентину обращался с просьбой выступить от лица Русофт на региональных мероприятиях, сильно помогло лучше понять, как работает отрасль. И сегодня я хотел бы увеличить этот интенсив, затащить Русофт, Валентин, да, соврад, что я периодически его тереблю на эту тему, в регионы больше, в частности, в ту же самую Томскую область. И когда, конечно, я слышу, что будет мероприятие в Новосибирске, например, это здорово, но я к этому как ревностно отношусь. Почему не Томск? А здесь хочется развить такую некоторую, ну, полезную экспансию Русофта на регионы, потому что в регионах есть много талантливых компаний, которые не умеют работать в некоторой инфраструктуре, которая создана здесь у вас, в Москве или в Санкт-Петербурге, или в других более крупных городах. И я, наверное, вижу свою цель и миссию, там, за тот год, который я могу быть здесь, это вот налаживание этих коммуникационных связей для улучшения и увлечения большего региональных маленьких компаний. Вот я за вас проголосую. По-моему, вы хорошо сказали. Коллеги, у меня есть маленькое выступление от меня лично, не как председатель сегодняшнего собрания. Вот я хочу сказать, я не знаю, может, это политически некорректно, но тем не менее по старости могу себе такое позволить. Я вот буду голосовать против Жарковой Анны. Вот за этот год несколько раз были такие случаи, когда создавалась определенная бешеная нервозность, когда там Макаров ввиняли, что мы там подтасовывали собрание. Вот, ну и богу, нам уже много-много лет, и как Руссофт, и еще и Фортрос. То есть обычно все-таки правление – это круг единомышленников. Мы можем там о чем-то спорить, но обвинять кого-то в подтасовке у нас таких и случаев не было. И не хочу, чтобы они были еще. Ну вот я свое выступление закончил. Понятно, что каждый из нас будет голосовать, как хочет. Вот я сказал только свое мнение. Я объяснил, почему. По посещаемости членов правления есть данные? Да, данные есть. Посещаемость у двух человек не было четыре раза из десяти. И там по три-два раза, по два раза. Но тут такая ситуация. Мы все живем разных поясаги графически, часовых и так далее. Мост замечательный. Правильно? Замечательный же мост. И в конце концов он наладился, но теперь работа бесперерывная. Надеюсь, больше не будет замечаний по мосту. Но тем не менее, надо признать, да, что у рядок членов правления… А кто два-четыре раза пропустил. Ну вот, Вячеслав пропустил, Александр пропустил, который делает государственные проекты великие всегда. Я сам всегда сидит. Правда. Александр всегда сидит. Ну не всегда сидит. Да, ваше. Ну хорошо. В любом случае, это жизнь. Понятно, что я тут же не бываю всегда на мероприятиях министерства, они поэтому очень меня так не любят. Ну что делать? Я уехал в Вологду, я не мог быть вовремя здесь. Это жизнь, коллега. Такого злостного неучастия у членов правления я не заметил. Хотя, конечно, участие живое и в каждом заседании, оно необходимо, иначе теряется контакт и теряется ткань, которая всех нас объединяет. Ну не можем мы сейчас принять решение, значит, начать процесс внесения изменения в устав, да, расширение максимума там 17, например, на будущее, на вырос, и проголосовать за 15. Хороший кандидат, честное слово. А потому что растет, два раза вырастет, это абсолютно... Нет, конечно, зачем расти каждый раз? Алексеев, будут проблемы с хворобом. Мы можем поставить на голосование это предложение, у нас собрание может все что угодно сделать, но устав изменить, нужно будет вот так отдельное решение, устав потом его утверждать, и после утверждения он вступает в силу. Итак, поступило предложение начать юридические шаги по увеличению состава членов правления до 15. Кто за это... Снимается предложение. Сколько нужно оставить? 13, 13. Подождите, 12, потому что есть Макаров, который по уставу ходит правильный. Двенадцать или меньше, да, но не больше, да. Так вот, кто-нибудь хочет еще выступить по составу списка? Что это ждать? Может, кто-то хочет просто на ходу вставиться в список? Есть вопрос технический. Кто-то пошутил, это реально вопрос. Здесь есть за, против, но сдержался. Это что значит? Галочки надо ставить в клеточки в нужной. Мне нет. Надо запомнить. Как только, главное, чтобы было однозначно, понимать, как лучше не было. Ну, тут, конечно, давайте я допустим, потому что мы сейчас тут начнем. Да ладно, вот. Подожди, я проголосую против, они что? Гриш, Гриш, подожди, 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 димитратор. У нас всегда было только за. Только за. Так, предложи, давайте так, ставим галочки, вот такие вот, видите, вот так вот. Это же загалочка. Не только в клеточке, в кубике. Только за. Надо портасовый трех человек вычеркнуть. Каждый, кто кого хочет. Можно вычеркнуть и больше. Можно вычеркнуть и больше. Коллеги, вот эти кубики, за и против, не нужно, что-то одно ли выбрать? За, за, за. Голосы только за, вот таким знаком, чтобы поехали. На рот, он раздержался, не разделяется. Только, кого мы по за, и станем. Я еще раз скажу, что у нас в интернете, да, какое-то количество, 13 ущественников, которые мы должны еще больше, которые могут голосовать за счет того, что видеомост произвел возможность голосования через галочки. Поэтому мы сегодняшним боевами еще и голосов. У них есть анкета, они голосуют, но пришли. Да, команда такая, голосуйте. Потом выберем счет на комиссию. Не голосуйте, готовьте эту бумажку. Все, Сергей. Все, я еще не буду, дайте мне время. Все проголосовали? Что у нас там в счет на комиссию? Сергей? Сергей, это обычно все равно. Лена? Сергей, пожалуйста, вы собираете. Давайте, что-то помешим, вот эти, как это, билетенцы или билетенцы. Да, Андрей, это самое. Можно по-моему. Так. Что дальше? Нет, ждем пока результаты голосования, а потом расходится. Потом утверждаешь. Есть, есть, вот оно, вы приступили к работе. Вот иди, последний пункт попали. Ревизионная комиссия, да, давай. А, вот, ребята, походу, нужно на ходу еще один вопрос решить, чтобы она быстро разобретет. Выбор членов ревизионной комиссии. А я представляю, оставим все как было. Они отлично работают. Кто там то, чтобы оставить старых членов ревизионной комиссии? Все. Все. То есть, вот сейчас, подтвердим правление, правление останется на ревизионной комиссии, и все, не по домам. Не по домам. Не по домам, не по домам. Традиция нас, давайте поддерживать. Там слово... Там просто возглавленное проще, там, на магу, приключить. ... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...